МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 19 января 2016 года, вторник. По одному из современных календарей, а по одному из старинных, 39-й день месяца белого сияния, покоя и мира, 7524-го лета. Мы начинаем же эфир, который будет посвящен теме «Казачий спас» и все, что с этим связано. Главный соведущий Юрий Васильевич Сергеев. Здравия тебе, Юрий Васильевич! Здравия! И всем здравия! С крещением сегодня большой праздник. Дай Бог вам здоровья всем, успехов, счастья. Так, ну что, начинать? Да, давай о себе немножко расскажем. Я тоже хочу поздравить всех, тех, кто отмечает крещение, всех с крещением, тех, кто отмечает водокрест, тех с водокрестом, кто отмечает еще и еще более старинные праздники, которые мы не знаем, и с этими праздниками у вас тоже. Главное, чтобы они были светлые, главное, чтобы они были во славу всех наших коренных народов, всех наших русских людей, которые всегда жили в мире, в братстве и не воевали только из-за того, что кто-то отмечает праздник так, а кто-то отмечает праздник этак. Итак, пожалуйста, немножко о себе расскажи для начала, чем занимаешься. Хотя о тебе информация у нас на сайте есть. Хочу сразу всем сказать, порадовать, кто еще не знает, что у нас появилась страница авторов, кто выступал у нас и выступает, на радио, и там о Юрии Васильевиче есть более-менее подробная информация, кто он, чем занимается. Но все-таки, пока ты в живом эфире, можешь о себе немножко рассказать именно вот так вот, как мы с тобой общаемся голосом. Ясно. Родился я в станице Скуришинской, Кумылжинского района, Сталиноградской области в 1948 году. Отец был пчеловодом, мать учительница, вырос в учительстве. В основном воспитанием моим занималась бабушка, Калистра Семеновна, мать отца. Это было удивительнейшее человечество. Она знала такую массу сказок, преданий, поговорок разных, что я научила меня в 6 лет читать. У нее горбатый сундук такой был. Когда я ждал с нетерпением, когда она его откроет, там цари были наклеены. И вот смертная лежала одежда подготовленная. И вот там лежали книжки, по которым она ходила в школу, учебники. Она 1781 года рождения была, значит, 86-й год где-то издание, 1686 год. Потрясающие учебники. Там такие линогравюры, какие-то Кожемяк, Илья Муромец, богатырская книга вообще. Краткая история, бои там вот эти все. А я картинки-то смотрю, а как там, закоголинки не понимаю еще ничего. Бабуня, а вот это что написано, а вот это что написано, а вот это азбуки. И все, в 6 лет я начал читать. И вот прочел до 6-го класса практически все две библиотеки, школьную и станичную. Я пропадал в библиотеках, набирал кучу книжек, залазил на печь, до 8-го класса спал на печи, укладывал книжки. Одной десятилинейной лампы на ночь не хватало мне. Я затаскивал вот эту бутылочку керосина. А бабушка родила 12 детей, всех почти пережила, была очень как бы бережливой. Она мне все галдела, газ не жги, газ не жги. Ну вот она помолится, укладывается спать. Я жду, когда она уснет, чтобы запалить лампу, начать читать. «Бабунь, расскажи сказку». «Да не чистый ты дух, небось, что гажорки за тобой ухлестают, и ты в сказку, да сказку на печи не помещаешься». Ну, потом начинает рассказывать. А луна в окно светит, светит зима, снег за окном. Я вот смотрю в свете луны, как она руками разводит, сказку говорит, утарит. Потом, смотрю, села. Потом встала, начинает пахать и ходить. И вот когда там богатыря убивает, она бабах, заваливается на кровать. Ну, играла в сказки, короче. Бабушка была уникальная, конечно. Она мне просто... Она мне сделала писателем, потому что у ней такая речь была, такое образное мышление и образный язык. Она могла сказать одним предложением то, что нынешнему современному журналисту надо страницу списать. Ну, и, короче, вот так вот я воспитывался с детства. Рыбак был, охотник. Потом я закончил гелоразведочный техникум в Новочеркасске. Работал в Якутии. Гурил на уран Волгоградской области. И вот добывал золото в Якутии. Было пять избушек, пять собак у меня. Ну, а так, в основном, это в нерабочее время соболевал, огонял соболей. А так, в основном, работал. В 23 года был награжден орденом, знак почета. Работал, бурел очень здорово. В два раза больше бурел, чем все остальные. И однажды на охоте в 72-м году я еще ничего не написал, ни строчки не было, издана меня ничего. Мы поехали на охоту в Нагорный. Поселок Нагорный, это такой вот от Чимвана на перевале на Становом Хребте. И вот приехали. И вот так бы сейчас этот буфетчицу с удовольствием нашел. Буфет, придорожный буфет, на яме, на трассе ям. Мы зашли, стоять на мотоцикле, 120 километров проехали. Весна уже, ну, это где-то числа 10 мая было. А снег еще там двухметровый по обочинам. Дорога-то просопа уже подтаяла. Замерзли. Зашли в этот буфет. Первые там заказали, борщи все втроем. Ну, это зуб на зуб не попадает. Открыли бутылку спирта. И вдруг как буфетчица на нас наехала. Прекратите здесь пьянство от меня выгонят с работы. Вот и выгнал нас. Мы вышли на улицу. Лежнин Володя говорит, говорит, у него отец был китаец, еще из тех вот китайцев, которые заходили сюда за золотом. Говорит, пойдем к дяде Кове. У него там до утра, а утром уже, говорит, зорька науток. Ну, пошли. Пришли в дом, старинный дом, такой старательский еще. Разбудили деда. Дед такой был по два метра здоровый, бородатый, глуховатый. Ну, еще мордушки ставил, рыбалил. Ну, по сто грамм спиртику там налили ему раза два. Он как, давай рассказывать, как, давай рассказывать. И тогда у меня родилась идея написать, потому что в нашей литературе советской Алдана, это было почти что золотая лихорадка на Алдане. Это была белая книга, белая такая. И вот я начал собирать материалы и написал этот роман «Становый хребет» издал его в нашем современнике. Ну, вот так вот. Еще, кроме бабушки Калифской, мне в детстве посчастливилось иметь очень хорошего друга такого. мы с ним ходили на охоту. Дед Буян, бородатый такой был дед, и он как раз владел вот этим казачьим способом. Он 86 лет, у него шамполка была, такие длинные стволы, значит, курки сбоку. И вот он подранил зайца 86 лет, снял валенки в одних корпетках, одогнал его, задняя нога у него цилипалась. Такой боевой дед, дед молодой его звал. И вот оттуда как бы началось это вот такая засела во мне, то, что способности у человека могут быть просто нереальные. Потом уже, когда я начал писать роман Княжи Остров о казахем спасе, я начал искать людей, кто владеет этим. Мне говорили, брось ты это все, они уже вымерли давно. Но оказалось, действительно, не все вымерли. Я нашел 12 человек, но когда пришла советская власть, АГПУ, потом НКВД целенаправленно отыскивали этих людей, которые владели казачьим спасом, и уничтожали, их искореняли. боялись, что будут против сельской власти и прочее, прочее. А зря они это делали, потому что сами же потом приткнулись к этому. я провожу семинары по казачьему спасу, вас приглашаю летом на хопер, Кумулыжинский район, Станицы Кумулыжинской, Волгаратской области. В прошлом году прошел седьмой фестиваль Золотой щит казачий спас. Там и характерники бывают, там и очень интересные школа казачьей песни, школа казачьего пляса. И вот почему я назвал его Золотой щит? В 2009 году первый был сбор. Именно Станицы Кумулыжинской одно из трех. Потом значит остров Хортица на Украине, на Днепре и Пластуновской Станицы были центры, тайные такие центры по подготовке характерников, косаков характерников. Что такое характерник? Это уникальное казачество в казачестве. Это разведка, как спецназ такой. Готовилось это все дело, передавалось в основном от дедов внуку, но тем были такие случайные просто деды ходили, когда я в детстве, мы всю весну играли в лапту. И деды ходили, в сторонке сидели, там, гутарили и приглядывались, как кто играет, как кто мысль, мысль должна быть быстрее действий. И отбирали, отбирали ребятишек и начинали готовить. Начинали готовить. Самое интересное, что они им долго не рассказывали, как там и что, как там с оружием, как там с нагайкой работать, с шашкой. По моей информации, деды передавали свои знания подзатыльниками. Вот подзатыльник давал внуку своему деду и как флешку вбивал. И она через 20-30 лет начинала работать на полную катушку. Открывались такие знания, так называемые золотые врата. И вот эти школы были, конечно, разгромлены, когда советская власть пришла. И почему я назвал золотой щит, казачий фестиваль, казачий спас золотой щит, что когда советская власть победила, гражданская война закончилась. И в начале 20-х годов вернувшиеся с фронта 14-го года казаки, характерники, укрывались от сывальской власти на Шемейкинских озерах. Это такой заповедник сейчас там в устье хопра, займище такое огромное займище, там озера, рыбалка там хорошая. И они почти два года скрывались, их не могли никак взять. Они наводили такой морог, что ГПУшные отряды проходили мимо и их не видели в упор. Но в конце концов методика была такая красная, кровавая. Они арестовали семьи вот этих, ну агентура наверное была все-таки кого-то подпустили там, арестовали семьи и поставили такие условия. Если выйдете, нас научите, то мы семьи не расстреляем, а забрали кого? Детей, дедов, матерей. И казаки вышли, характерники. Вышли и научили. Но входить в состояние казачьего спаса не через молитву, как это было принято. А молитвы, потом скажу, молитва стос, она всего из двух слов состояла. Это молитвы, которые пели, они распевали, когда входили в состояние Господи, помои, Господи, помои, Господи, помои. Рубились, когда шашкой, Господи, помои, Господи, помои, Господи, помои. И вот они вместо молитвы дали им стихи Пушкина. Это гениально просто. Пушкин настолько в третях и настолько знает все древние наши обычаи, сакральные обычаи, ведические, что при стихи Пушкин вот это открывалось, это знание открывалось способности к управлению пространством и временем. Я знаю одного человека, который из характерников, который входит в это состояние легко, я сейчас к нему поеду скоро, значит, он мне спрашивает, прочитал мой роман «Княжа острова» и говорит, «Ох, как хорошо тебе Егор Быков входит в Спас, выходит. Войти-то легко в него, а вот выйти из него и рассказывает, как его посвящали. Он сам с этих сказаков Семереченских, сейчас это Казахстан, это было мощное казачество Семереченское, только там называлось «Казачий Спас», «Казачья наука». И вот дед повел, говорит, меня где-то мне было 7 лет, за станицу, в березняковые такие рощи с полянками, что-то под рукой держит, замотанное в длинную такую шаль с кистями, казачья шаль. Ну, я не обращал внимания, несет какую-то палку, донесет, зашли мы в этот березняк, дед разматывает этот сверток свой, а там казачья шашка. А мне 7 лет, я же такая уже тяга к оружию, генетическую, дай, дай к нему. Он говорит, нет, нет, погоди, погоди. Взял шашку, походил, походил, вошел в состояние, и как секонет по березе, береза, как он сказал, была с оглоблей толщиной, то есть с мужской руку толщиной. И он наискосок, она как камышинка срезалась, поткнулась рядом повалилась, с комлем. Я, говорит, 7 лет, но я понимал, что это сделать невозможно. Тут топором-то надо несколько раз рубить, не только, нет, десяток раз, чтобы свалить такой. Дед, говорит, опять я попросил дать, он не дает, вырезал палку такую, сантиметров 50-70 длиной, значит, стой и терпи. И начал на меня дубачить этой палкой. Мне же, говорит, слезы, вот это самое. Типа сакральные такой приговорки, оговорки, как говорил дед, когда он меня олаживал этой палкой, больно. Высунь язык, я язык высунул, он кончиком палки на язык положил, говорит, язык держи слово, глаза закрой, к векам лаз прикасается, глаза будут тезоркими, и так все тело обходит, как бы на задание вот это все говорит. И когда уже он почувствовал, что он уже все, вернее, он почувствовал, что я сейчас зареву просто, и вдруг он кинул мне шашку в мою руку, вздымил эту руку над головой и орет над моим ухом, гони вещи огонь из сердца клинка на конец шашки, гони вещи огонь из сердца на конец клинка, ну вот, и у меня получилось, и вещи огонь как полыхнул, как она заиграла эта шашка, я говорю, понял, я срубил почти такую березку, как дед, потому что никаких усилий, ничего, потому что вошел в состояние казачьего спаса. Ну, он был в этих, диверсионную школу закончил, кстати, вот и Брылев тоже самое, многие из характерников нынешних живых, странно, кто их отбирал, что они закончили диверсионную школу и воевали. И вот в Египте он воевал, когда Египет с Израилем там был, и когда вернулся, город Покросс, или как-то забыл, не Покросс, какой-то, ну, Казахстане уже сейчас за годы, город, куда он вернулся, его избрали казаки атаманом, тогда только казачество начало возрождаться, вот, и выехали опять примерно в такой же Березняк, как в детстве был дедом, и они ко мне пристали, покажи, да покажи, покажи, да покажи, вот, что такое Спас, покажи, вот, и он мне говорит, говорит, вот ты, Егор входил, выходил, так, говорит, легко состояние его, войти-то легко, вот, выйти, и вот, говорит, я вошел в это состояние, когда, значит, вот ты, говорит, когда не прыгал с самолета, с парашютом, я говорю, нет, вот такое состояние, как будто тебе выкинули самолет без парашюта, такой свист в ушах, такой ветра, что щеки аж раздувает, потому что он управляет пространством, ускоряет свое пространство, вот, а вот эти, кто казаки, 12 человек, они как плоские стали, все это ощущение теряется, ураган такой, значит, и они, вот так, говорит, можно их руками поломать, они вот неподвижные, вот, руку поднимают, как будто она у него вареная, такое, что-то, понимаешь, и вот, я их по плечам так похлопал, ладошкой, в конце поляна ушел там, и вот там-то я, говорит, кое-как вернулся из состояния казачьего спаса, вот, они все валяются, и как будто, говорит, кувалды били по плечам, и потерял он за две с половиной минуты, когда было в этом состоянии, 12 килограммов, вот, и потом-то, говорит, я уже и понял, и мне до этого деды говорили, говорит, что хвалиться ни в коем разе нельзя этим, в бою, пожалуйста, он, говорит, я в Египте, применял запросто это все, когда в бою, и вообще принцип применения казачьего спаса такой, значит, для защиты рода, родины и народа, вот, три эти вот направления, три силы, по которым можно применять полностью свой бесконтактный бой, и, вот, казачий спас, и, все это, и вот еще никакой толерантности этой гнилой не было у казаков, такой еще был в казачьем спасе, тоже такой же был закон, враг наступил на святую русскую землю, казачью землю, но перешел в границ, наступил, все, его надо убить быстро, не больно, не тратя много сил, поэтому казаки были такими удивительными рубаками, удивительными, сметливыми, и вот юридских кавалеров был в империалистическую войну, кстати, мой дед тоже был, значит, самый большой, наверное, процент, были, конечно, солдаты, обычно, но очень большой, крестовый такой был, этот казачий род, поэтому кресты за зря не давали, просто так не давали, это нужно было заслужить, вот, что такое казачий спас, это, я повторяюсь, управление пространством и временем, замедляется пространство, управление стихиями, я знаю людей, которые, значит, взмахом руки останавливают ветер, тучи за 15-15 минут разгоняют любые, вот, это управление стихиями, но, конечно, похвалиться этим ни в коем случае нельзя, и они это стараются не делать, потом, в казачьем спасе, вот такой, как Павел Алексеев, я считаю, что он характерный, как он живет под Новосибирском, вот, он удивительное, у него такое костоправское направление, это давалось тоже в обучении, костоправы, казаки костоправы, характерники, они не только людей лечили, но и коней, и не только коней, но и людей, причем, лечили удивительными, поразительными способностями, я помню, в Троевске здесь проводили семинар Павла Алексеева, и привезли на машине, на Мерседесе, вынесли под руки одного человека, такой, лет 40, армянин, который не мог спина так схватить, что он спиной вообще не мог, ни стоять, ни сидеть, занесли его, положили, через полчаса этот армянин прыгал вокруг Павла Алексеева, бросал в него три тысячи бумажки, вот, то есть, надо знать, от чего лечить, и где вот это, и вот, люди это знают, люди могут, вот, очень многие, вот, с кем я знаком, с этими дедами, что, они, четко определяют, например, вот, Брулев, он в метро, не заходит, вообще, в метро, потому что он заходит, в метро сразу видит, в вагоне сидят, одни с собачьими мордами, другие с лошадинами, вот, это действительно сущности, которые катаются, сосут с народа, с людей, сосут энергию, и вампиры такие, вот, и они, кстати, они же начинают на него кидаться, драться, когда он видит, что он увидел, поэтому, вот, за телеку, пытается, наша одна женщина, которая, Германия, забыла ее фамилию, она написала три книги, по казачьему спасу, вот, и там, я думаю, что там очень здорово помогали, это дело, писать, в Бонне есть два института, которые пытались в свое время, когда в свое время, переложить на нас, вот этот, Ледокол, Суворов, там, и прочее, писал, это не он писал, а писали за него вот эти институты, для того, чтобы переложить ответственность за ведение войны, Великой Отечественной, за начало войны, на Россию, вот, и делать, потому что 12 миллиардов марок в год, Германия платила Израилю, контрибуции, и поэтому, никакой тут эзотерики особо нет, да, в казачьем спасе есть, традиции, которые уходят корнями, я не боюсь, это слово не столетие, даже тысячелетие, в дальность, управление родом, контакт с родом, и поэтому, но в то же время, вот, казаки 14-го, когда года, когда воевали, вот, то, уже без молитвы, как бы, на коня не садились, полковой священник, общий молебен, делал, они садились на коней, вот, начинали скакать по кругу, вынув шашки, из ножен, вот, обнажив шашки, и начинали вот эту молитву, стос, петь, господи, помои, господи, помои, господи, помои, господи, помои, господи, помои, и с этой молитвой, они шли в атаку, в атаку шли, и, редко, кто, уходил от их возмездия, значит, спасом, казачьим спасом, он абсолютно не агрессивен, если начинается агрессия со стороны, человек, который владеет казачьим спасом, то он сам на этом может и погибнуть, вот, спас основан, основа спаса, настоящего казачьего спаса, вот, на праведном гневе, запомните, праведный гнев, вот, когда уже кулак летит вам в лицо, когда нож уже свистит, вот он рядом, или шашка у казака, вот, и он в этот миг, ну что ж, раз ты такой, что пытаешься меня убить, тогда и лови, вот, и начинался вот на праведном гневе, вот эта стычка, ну, кто может владеющим спасом победить, когда он не доли секунды, а вообще микросекунды, успевает зарубить, вот, и уйти из-под, вот, Шкуро, атаман, ну, владел казачьим спасом, я видел, лично видел, кинохронику, я у друзей-то посмотрел, так жалко надо было скопировать, еще кинохроника гражданской войны, как Шкуро заряжает, вот этот, в Киев, по-моему, кажется, в Киев, впереди на коне, за ним идет войско, и тут из подъезда выскакивает революционер, значит, в Кожанке с Маузером на скидку, подлетает к ним и пытается его застрелить, когда вынимал шашку, не видно на хронике, понимаете, но вдруг у этого революционера отпадает рука с Маузером, потом голова откатывается, и потом он на двое разваливается, потому что доля секунды, и только фиксирует, внимание фиксирует тот момент, когда Шкуро закладывает шашку в нужную, все, вот, казаки работали, эта работа была тяжкая, кровавая, но для защиты своих земли, для защиты детей, для защиты Отечества, и вот, кстати, в Донбассе в основном работу все делали казаки, казаки, и вот против них там такое, такая волна ненависти этих всех фашистов, украфашистов, поэтому казачий спас сохранился до сих пор, до сих пор сохранился, кстати, я две женщины нашел, которые владели, но они чисто целительское такое направление, они боевые, боевые там не принимают участия, это чисто травницы, я в этом году проехал более 30 тысяч километров, Урал весь, до Тюмени доехал, все, искал бабушек-травниц, нашел 8 бабушек, вот, интереснейшие, такие поразительные тоже способности, знания, одна из них, вот, просто рукой ведет, ладошкой вдоль туловища твоего, и сразу рассказывает, какие болячки, секретарша не сидит, она записывается, поэтому вот такие дела. Хочешь, я тебе прочитаю, уже есть у нас обратная связь через чат, что люди по твоему рассказу, какие ощущения свои высказывают. Ну, давай. Вот Наталья пишет, можно слушать бесконечно Юрия Васильевича, и Лютобор отвечает, Наталья, это точно, хорошо рассказывает. Ну, как бы то ни было, у нас каждые 30 минут, напоминаю, музыкальная пауза должна звучать, поэтому давай мы сейчас прервемся, 30 минут у нас заканчивается, и дальше продолжим с тобой разбирать эту очень интересную и очень глубокую тему «Казачий спас», тем более нам будут помогать радиослушатели, которые уже в чате не только свои реплики пишут, но и вопросы к нам уже приходят, и вот здесь вот в нашем маленьком чате Василий Васильевич сюда сбрасывает вопросы, я их буду зачитывать, и мы с тобой будем разбирать. Хорошо, хорошо. Хорошо, а сейчас, ну, поскольку казак как говорит, давай, наверное, казачью музыку и послушаем, правильно? Да. Давай тогда сейчас на две с небольшой минутки прорываемся, послушаем, как донские казаки в исполнении казачья воля и продолжим разбирать тему. Народное славянское радио. Обсудим вместе. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 19 января 2016 года, вторник, по одному из старинных 39-й день месяца белоседия покоя, 7524-го лета, неделя. Казачий спас, такова тема сегодняшнего эфира, главный соведущий, очень интересный рассказчик, Юрий Васильевич Сергеев. Идут к нам вопросы из чата, и есть уже реплики. Вот новая реплика пришла, Сергей пишет, благодарю за книги. Мне кажется, вполне закономерная благодарность. Книги очень, на самом деле, интересные. А у меня такой вопрос родился. Вот мы слушали песню, как «Донские казаки», и там прозвучала фраза, что «Есть вино, пьем вино, нет вина, пьем воду, никогда не променяем казачью моду». Скажи, пожалуйста, вино и казачья служба, казачий устав жизни, тем более казачий спас или характерничество, насколько это совместимые вещи? Ну вот, пьянка, вот характерники, которые знаю, это несовместимо. Потому что контакт, теряется контакт с родом, контакт с этим, со знаниями, со стариками. И поэтому я вот вам посоветовал вот что. Кто не читал роман мой, «Княжи остров», я уже за последние пять лет семь изданий роман выдержал. И вот там это о казачьем спасе. Вы можете заказать эту книгу, ну вот вы там разместите у себя мой телефон или адрес восемь девятьсот двадцать шесть, четыре шестьдесят четыре, тридцать пять, двадцать девять. Но пока что книга есть. И вот «Княжи мостры» в романе, там действительно это народное славянское радио, там корни наши славянские, там наша история, там наши эти великие победы, великие свершения. Вот я сейчас пишу новый роман «Азовское стояние». Почему я его начал писать? Потому что как раз там, когда двести шестьдесят четыре турок навалилось на «Азов», пять тысяч казахов было в крепости «Азов» сидело, восемьсот джонок. И наши победили, разгромили эту армаду все. Там, конечно, без таких выдающихся способностей это было невозможно. Поэтому там был применен так называемый бой, казачий бой, тогда еще не шашки, сабли были, шашечный бой. И вот вернемся к казачьему спасу. Значит, что такое было казачья община, казачья станица, например, стан, казачья семья, вот я сейчас с Адаманов довожу до истерики, которые увешивались крестами до самого низа, от самой шеи. Кто правил родом казаков до революции? Ну, как, кто? Адаманы? Наши все говорят, нет. Бабы. Бабы. Станица Елизаветинская, в устье Дона. Значит, представляете, юрт, Елизаветинский юрт, это было тридцать семь тысяч казаков. Тридцать семь тысяч. И вот раз в неделю, значит, там с низами были двухэтажные дома, жили богато казаки. Над одной из хат казачьих поднимался, вымпел, белая косынка. К этому дому даже хозяин не имел право подойти, никто из казаков. Собирался станичный мотор-архат. Приходили якобы на кофе. Приноровились от турок, взяли кофе. Или сепаратор приносили по виду молока, хотя у каждого сепаратора был свой. И вот женщины собирались, мудрые, со всей станицы. И вот у каждой была через плечо сумка 25 общих тетрадей с песнями. Ну, старший говорил, ну что, девки, давайте сыграем вот эту песню, такая тетрадь, такая страница, номер песни. Вот играли они песни, а потом обсуждали всех ребятишков по улицам. Вот есть художник, Слава, в Питере известный художник, который еще не рассказывал это дело и попал еще под этот расклад. Я, 12 лет знал, кто будет моей женой. Она знала 8 лет, кто будет ей мужем, бабушка показала. Для чего это было нужно? Для того, чтобы не было вот этой телегании, перехлеста родов. То, что сейчас называется нарушение закона Рита более древних странах, а по современному телегании. И вот они все тщательно выверяли, чтобы не было... Вот знаете, у Некрасов два раза было, казаки-Некрасов, которые были 300 лет в Турции, так они из Турции практически сбежали по этой же причине. Хотя у них строго, очень строго было насчет родственных связей, там, смертельно строго, но тем не менее, значит, они уехали, потому что начали мельчать. Женщины мельчать начали, все прочее, все-таки где-то перехлесты получились. Поэтому вот этот женский матриархат, он правил род, казачий род. Правильно, чтобы было все. И вообще казачки, они воевали, вот когда на Азовской крепости было 500, то ли 800 их казачек, которые стояли тоже на стенах, когда казаки погибали, и они поддерживали, воевали, кормили, 5 тысяч человек накормить каждый день надо было. Поэтому вот что я хочу конкретно сказать по Азовскому стоянию, по Азовскому сидению. Много разных толков там, что прочее. Мне пригласил года 4, лет 5 назад глава администрации города Зова и попросил написать сценарий. Яков Водоладский там нашел день, и будем снимать фильм об Азовском сидении. Я начал копать материалы, выкопал такое, что решил писать роман, потому что вы знаете сами, что сейчас превалирует вот это все кинотеатры, в основном это Голливуд сплошной повальный, и просто Голливуд в киноиндустрии у нас, в России, поэтому не дадут снять, не дадут снять такое кино. Кто-то у меня выделял на мой роман «Княжи остров», Лукашенко выделял 5 миллионов долларов. Я даже получил 5000 долларов за авторские права, все прочее, но так поставили такие, потому что «Княжи остров» это о России, о Древней Руси, о нашем роде, о наших этих, кому это выгодно в Америке все это дело. Ну и короче, не удалось поставить этот фильм. И поэтому я начал собирать материал. И вот что меня, когда я узнал такие подробности, что в 1637 году казаки взяли у турок отбили азов. Почему они отбили? это было турецкое, это вообще было огромное город, 64 тысяч жителей было. Был и генуэзский город, там с Китая, с Монголии пригоняли скот. На шелковом пути стоял огромный торговый центр, торговый город. Но местные, новые русские, новые казаки построили двухэтажные дома шикарные в этом городе, перекрыли, как вот наши кавказцы перекрыли на наших рынках кислород местным русским предпринимателям насчет того, чтобы что-то продать. Они все перекрыли, взяли контакты прямые генуэзцев, итальянцев, турок, тогда это не турки были, и вот значит Магометанин. А копейки платили к мышевикам, обычным казакам. И когда последней каплей было, что вот эти новые русские приняли магометанство, чтобы угодить этим туркам и всем этим. И тогда наскоком, таким мощным наскоком, все это было сметено, уничтожено. И с 1637 года по 1641 это был казачий город. В 641 году к нашему царю Алексею Михайловичу приехал посол от султана. и высыпал на поднос из кубышки 2,5 килограмма крупных граненых бриллиантов. С одной лишь просьбой. Не помогать казакам порохом и зельем, порохом и свинцом. И царь не помог ничем. Я долго искал, откуда у турок в таком количестве граненых бриллиантов. Это огромное богатство. И когда нашел, решил писать роман. Англичане дали. Англичане всю историю натравили на Россию все воины начинали они. И в принципе они страшные обиди были, что Демидов их турнул с Урала, где они соль добывали. В те годы соль была на вес золота. И вот они постоянно пакостили и пакостят до сих пор нам. И вот это что Донецке творится и в 16 году с турками это все заслуга этих наших братьев меньших англичан. И вот царь не дал, но тем не менее разведка была и в это время шли полторы тысячи этих запорожских казаков за Кафтанами в Турцию за Кафтанами в Персию за Кафтанами местные казаки их уговорили остаться в Азове. Те обходили два моря чтобы в Персию пройти но и не остались. Остались и вот пришло тысяча кораблей к Азову. Тысяча кораблей. Главные семь ой двадцать семь двадцать восемь огромные были корабли они не прошли мелкое море было они в районе Таганрога высадили десант и вот по семьсот человек десанта было на каждом и вот а эти тысячи кораблей подошли буквально к Азову высадили высадилось двести шестьдесят четыре тысячи можете представить в крепости было пять тысяч казаков к ним примкнули уже а мусульманины кепчаки наш вот эти все степняки получилось там по моим данным около двуссот семидесяти четырех тысяч было такое войско орда такое ну и конечно такое же было гонор у них были немецкие инженеры у них было двести двадцать пушек причем пушки были я видел эти ядра от пуда до двух пудов ядра были чугунные каменные все и вот они начали залихвашки там орать кричать что сдавайтесь мы вас тут всех выпулем ну тем не менее битва началась началась битва день бьются два бьются три неделю месяц за месяц они потеряли более ста тысяч это официальные данные более ста тысяч убитыми только а сколько было покалечено вообще и тут приплывает посол от султана предметная письменность если возьмешь крепость то повесь или тебе повесят и вот тут начинается вообще фантастика он бросает на следующий день через каждые два часа двадцать тысяч на приступ можешь представить вот двадцать тысяч идут через два часа свежие двадцать тысяч свежие свежие а наших осталось уже три с половиной тысячи вот в основном погибли от этих потому что огнем артиллерии было и храм и она притечи было все снесено до основания нас спасало что наших казаков что турки те годы когда владели крепостью подвалом сделали огромный тоннель тоннель такой как бы штольня ложные камнями когда стрел начинался вот то казаки скрывались под землей как только выходили как только шли на приступ они выскапивали на стены и начинали биться вот и вот значит не взяли можете представить через два часа двадцать тысяч шли и не взяли а наутро уже боевать было невозможно потому что со стен такие осыпи были тел убитых что просто по ним уже не влезть и они попросили значит магометане попросили день передых чтобы убрать трупов казаки разрешили чтобы залезать рано и там отдохнуть и вот когда турецкие похоронные команды подошли к этому хаосу трупов и когда они увидели что как будто огромным мечом четырех пятиметровые разрубы турки мертвые порублены вместе с лошадьми на куски я думаю что это конечно были там святые явления святых и архангел михаил и все прочее но я думаю что это был гениальный войсковой походный атаман они ночью когда узнали что турки будут убирать они ночью выползли на эти скрепости на эти трупы и по веревочке топорами порубили это все дело зная что вот эту страшную вот эту вещь враг унесет к себе в свой лагерь глаза велики от страха и так оно и случилось утром казаки помолились вышли одели белые рубахи на смерть вышли 3,5 тысячи изможденных раненых вышли на стены а турков нет никакие веревочки шнурки шелковые не остановили они побежали и вот тут казалось бы вообще вторая фантастическая вещь короче когда вот 3,5 тысячи наших казаков уставших смертельно уставших израненных радуйтесь победа так нет они их на Азовском море догнали на берег Азовского моря и еще 30 тысяч потопили и порубили это что это вообще такая доблесть что все вернувшиеся офицеры турецкие вот эти в Турцию вернее были казнены офицеры до сих пор во всех атласах и во всех учебниках мировой военной истории этот факт позорный факт замалчивается вот и вот до сих пор они на нас еще зубы точат судя по последним событиям ну в общем-то гениально сказал по разом относятся конечно к Никита Сергеевич Хрущева но это его сказание было гениально однажды на какой-то пресс-конференции на огромной такой публичной журналист турецкий журналист спрашивает у Хрущева Никита Сергеевич а правда что у вас в России что не Иван то дурак мгновенный был ответ я не знаю как насчет Ивана дураков но что нас дураков турками зовут это точно значит и вот жалко конечно что царское цари не поддержали вот эту победу великую победу казачества и на следующий год казаки ушли ушли за зубу оставили зубу и только при Петре Первом он назад был забран вот уже войсками Петра Первого поэтому Азовское Стояние я назвал Стояние этот роман Азовское Стояние это выдающийся подвиг нашего казачества только там в Азове казаки стали казаками до этого были камушевики разные там всякое разное все знаешь а после этого это была единая вера единая сила и доблесть и удаль и вот значит как применялся сейчас извините хохлы пытаются приватизировать все и казачий спас под себе поднять да владел казачьим спасом без клуба в Одессе значит первый кто начинал писать который знал этот казачий спас но вот что такое Черкассы Черкассы вот почитайте Ивана Савельева Ивана Евразовича Савельева древняя история казачества вот на месте нынешней Кубани жили самые древние казаки Черкассы и Джаниц и потом вот смотрите на Украине Черкасска область наш Старочеркасск Новочеркасск ну вот это вот теми как бы основаны теми древними казаками я вообще слово казак я долго копался пытался это самое что такое там что только нет и казарки там и колко там нет а вообще-то Саки это последняя была очень мощная была цивилизация после скифов Саки найдены там и в Сибири их огромные курганы полные золота Саки это скифы это наши предки а Кай до сих пор от Германии Кайзер например это царственный и Кайсак это царские скифы Кайсак это казак царские скифы вот и вообще-то если уж в Германию мы залезли стоит сказать что у меня друзья туда ездили снимали фильмы до 12 века немцев не было это славянские земли были до самого Англии до сих пор там еще стоят наши древние значит и крепости и храмы вот поэтому Европа позабыла все корни и на нас прет но вот кто-то сказал гениально сказал я так мне это нравится что каждые сто лет Европа лезет на Россию чтобы получить по зубам потом нас сто лет успокаивать вот опять наверное память потеряли ну ладно значит так вот о казачьем спасе вернемся как защищалась крепость Азов с применением вот этого казачьего спаса значит был такой я корни нашел как бы остатки был так называемый сечевой бой это вот чисто основа казачьего спаса сечевой бой вот когда турки пошли на на крепость на стены полезли их встретила цепь казаков интересная цепь они стояли стеной но вот много вы читали наверное и слышали что описывают такой чушь такой что казаки разрубали врага до седла отрубали головы это могло быть куражиться где-то там один на один и все прочее но в такой сече когда на тебя 10 10 врагов лезет некогда было этим заниматься и вот в сечевом бое особенность была такая вот вы знаете шашка тогда эти сабли были она рабочая часть у нее 30 сантиметров кончик так вот сечевики отбивали на бушке как косу эту часть она тащили как бритва и две точки только было поражение это сонная артерия и паховая вена и вот когда сошлись первый раз впервые сошлись значит враги на наших казаков то немецкий историк я нашел пишет что вдруг над турецким строем поднялись сплошные 6 метровые фонтаны крови высоту 6 метров когда пересекает сонная артерия казака восьмерка вертикальная и горизонтальная крутая шашка и как раз в зону поражения попадали и паховая вена она в сантиметре всего и сонная артерия а за нашим передовым спина в спину стоял второй казак который ничего не видел только спину своего друга за другой и тот кивком плеча если вдруг промахивался не убивал кивком плеча показывал куда качнулся враг и тот под его руку кончиком сабли бил точно в паховую вену в сонную артерию а за ним стоял левые руки следующий третий который эту сторону контролировал можешь представить какая-то врубовая машина была что в доле секунды значит турка поражал несколько ударов он еще стоит еще лупые глазами еще соображает но силу уходит кровь хлещет его надо было спихнуть и вот его спихивал второй не успевал махнуть саблей с прорезанной сонной артерии заваливался и уставал когда передний казак уставал то они менялись местами представляете второй снаил снов место это сзади отдыхал и так вот сдавали сычевой бой сдавали казаки перед старейшинами перед стариками на чечелах чечела сами были рубчики с завязанными глазами можешь представить видение вот это внутреннее зрение отработанное настолько что на чечелах видели где сонная артерия где пахла вена и вот они сдавали экзамены и вообще это самое было потрясающее применение вот этого сычевого боя вот в Великую Отечественную войну в 812 годах это под Бородино в составе войск Платова были как раз сычевики что такое лава казачья лава это коромыслом выстраивалось 200 казахов выстраивались коромыслом значит в сторону врага для чего это нужно было для того чтобы все видели сотника в центре который был особый азбук который шашка над головой писал азбуку что всем остальным делать и вот они начинали съезжаться разъезжаться и потихонечку надвигались на польских кирасиров против них стояло 2,5 тысячи польских кирасиров закованных в металл даже лошади не были металли и они на них наезжали те хохочут они же поляки такие откичливые ну что видят что горст казаков едет на них на смерть а нужно было на 300 метров подъехать 300 метров казак проскакивает за 10 секунд короче и вдруг из этого хаоса вырывался клин плотный клин скачущий на кирасиров казаки стояли на конях и молчком скакали ощетинившись копьями цепи было две сверхзадачи первая привлечь внимание всего ряда этого польского на этот клин а в это время другие сотни заходили с тыла и начинали их рубить окружали и вторая сверхзадача была поставлена на лошадей и русские лошади и польские очень умные животные и когда они видели острые блестящие копья еще блестели и самые по себе казаки они когда подлетали уже перед тем как врубиться и начинался дикий свист вот дикий свист который пронзал вообще такой инфразвук какой-то был и вот не как вот мы в армии служили там петька оттуда оттуда все вот пятерки скакали пятерки значит старший например дядька сзади немножко а два племеша или два его или два сына впереди четверо они с одной и с другой стороны задача молодых было развести копья и сабли ну а вот этот-то владел пространственным временем который был свечевик а он уже рубил да получается он рубил вот эти все щели между шлемом везде там где вот эти все ну то есть он замедлялась он для них замедлялось время для него ускорялось он видел все делал и он прорубалки даже не вспыхали махнут он доставал их вот кончиком шашки и даже Гитлеру был доклад когда вот в отечественную войну там же казаков много воевало 700 полков было сформировано и такой был тайный доклад для Гитлера что казаки опять применили сечевой бой а сечевой бой был применен под на Кубане под Кущевкой вот можете представить себе вот что автоматчики егеря а их вырубили казаки на лошадях ну это же абсурд какой-то на первый взгляд да давай мы еще прервемся на музыкальную паузу вот давайте к Кущевке мы остановимся с тобой что вот продолжим здесь рассказываешь очень интересно вижу я тебя даже не прерываю ни разу вопросы идут и среди вопросов есть достаточно острые так что мы к вопросам подойдем попозже чуть-чуть пока вот ты расскажешь все а сейчас давайте приведем музыкальную паузу и я поставлю песню которая уже полюбилась нашим радиослушателям она один раз звучала в эфире но я сегодня просто не могу ее не поставить раз уж ты о Турции говорил то есть такой кубанский казачий хор и он исполняет хорошую песню как казаки турок били так хорошо в эфире народное славянское радио добро пожаловать продолжаем разговор итак продолжаем разговор на народном славянском радио напомню по одному из современных календарей 19 января 2016 года вторник по одному из старинных 39 день месяца белосияния покоя мира 7524 лет неделя казачий спас такова наша сегодняшняя тема живого эфира Юрий Васильевич Сергеев главный соведущий говорим мы про в казачьей традиции о том что такое казачий спас как он сохранился до наших дней и вот мы остановились как под кущевкой насколько я помню там вот бились казаки вот давай с этого момента поподробнее о нашем радиослушателе я предлагаю присоединяться в чат задавайте вопросы по той форме которую лютобор администратор чата вам предложил чтобы не было каких-то потом недомолвок потому что неподписанные вопросы озвучиваться не будут и если вы еще не в чате то имейте ввиду что подключиться в чат очень просто заходите на народное славянское радио дальше ищите слово чат дальше регистрируйтесь логин пароль себе придумать главное чтобы потом не забыть и все и один раз придумали дальше пользуйтесь и можете вопросы задавать кстати вот еще эта песня прозвучала как не знаю понравилось или не понравилось мне очень понравилось слова хорошие там турки ротозеи ваша тетка англичанка вот смотри ты говорил про англичан все время англичане все время натравливают турок и другие народы сейчас они натравливают да 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 его травят все время с нами все время этим туркам несчастным достается по башке они что такие бестолковые что ли там как голову им срубили что новые не приросли что ли не могут понять что надо с нами в мире жить Только в мире мы можем как-то существовать нормально, и турки более-менее смогут чем-то торговать своими апельсинами, мандаринами, что там еще растет, и принимать себе на море гостей. Но ведь сейчас там куча проблем, и не дай бог до войны дойдет, ведь опять покрошат кучу народа, они-то не врубаются. Причем вот Первая мировая война прошла, и смотри, кто остался-то в выигрыше. Остались в первую очередь англичане и их ставленники американцы. Сейчас все на американцев там вот, они там мир и правят, да фигушки вам. Правят американцами, правят те, кто дают им грамоту на управление. То есть тот же самый приезжает, новый президент получает управление в Америке и едет за грамотой куда? Как вы думаете? Он в Англию едет, ему верительные грамоты на управление даются. Так что думайте, кто управляет. И не ведитесь на эти разговоры, что там америкозы все управляют. Да америкозы салют какой-то, унитаз спустят, и все, я забуду про них. Ну ладно, политику в сторону. Давай, про Кущевку. Да, но есть такой, я считаю, что он есть до сих пор, он и памятник в Волгараде стоит ему. Такой казак был Недорубов. Он полный банды, георгийский кавалер был в империалистическую войну. И когда началась война, и уже немцы были уже почти что в Ростов, по-моему, заняли. И он пришел, привел сотню Недорубов, казачьи сотни стариков и на фронт просился. Ему военкомат не взял. Ну почему не военкомат, а МГБ там, или как он назывался, НКВД, что детский царский, юристский кавалер, туда-сюда. Тогда он явился, Недорубов сам, 53 года, он рослый был, по два метра. Он явился первым секретарем. Это мои земляки, Березовская станица. К секретару райкома партии, говорит, я что прошусь, куда прошусь? На блины куда-то, теща, или что? Я воевать хочу, я знаю этих немцев, я умею. И первый секретарь райкома партии дал добро, поручился за него, за его сотню, и они попали на Кубань. Как раз на Кубань, когда егерские батальоны шли в атаку. С ним был сын его, и вот дальше начинается, опять же, как и в азовском оседлении, начинается полная фантастика. Представляете, егерские батальоны, вооруженные до зубов, автоматы, пулеметы, у них все прочее. Так вот, только в одном бою, не до рубов, значит, вместе с сыном, уничтожили 72 фашистов. Вот что, вообще непонятно, как можно было, вот автоматчики, летит на коне человек, что они с автомата не могли попасть, не сбить, не лошадь, не спали, порубили, как капусту. Сейчас стоит памятник там, очень большой памятник, при въезде перед Кущевкой. Это, если вспоминать письма, если почитать письма немцев, которые попали под удар казаков, то они с таким, с ужасом пишут, что это... Ну вот, значит, ладно, давайте вернемся к казачьим спасам принципам. Значит, вот когда Рикюнский, вот ученик и соратник Кадышникова, начал ездить в Шотландию, там учить русским стилю борьбы, я начал... Я возмущался, думаю, ну что, говорит Саш, делай наших потенциальных врагов, учишь наши традиционные боевые покопашки. А потом Рябко начал в Америке, там что такое, потом понял, что это бесполезно. Ничему они не научатся, абсолютно не научатся. Дело вот в чем, что американские дети и английские воспитаны на негативном мышлении. На негатив. Вот помните их мультики, когда вот так там американский летится, все размаху, ба-бах, в бетонную стену, и все там кровь, гной с него, и по этой стенке стекает. И американские дети ха-ха-ха, хохочут, понимаете? Когда негативное мышление развито, оно обрезает полностью образное мышление у человека. Образное. Весь казачий спас, и рукопашка, русский стиль основан на образном мышлении. Это наша сила, это генетический код, который им никогда не понять и не превзойти. Я как пример вам могу сказать, в 94-м году я ездил в Волгоград, меня пригласили, выступал в госпитале. Госпиталь был забит ранеными из Чечни, Первая Чеченская война. Я дарил по палатам, ходил к ней, страшно было смотреть. Они такие потерянные все ребята были, такие, не знали за что. Это же перекройка началась, перестройка. За кого они воевали, за кого они гибли и ранений получали. Я дарил им книги, и в каждой палате я спрашивал, ну что? Это даже не же, вот в пятой колонну раскрутили институт матерей на полную катушку. И значит, я что говорю, сейчас вот после госпиталя к матери, домой, меня чуть не побили. Какой матери? В роту. Можете представить, ребятишки два месяца повевали, 18-летние. У них проснулся родовая память, проснулся воин, русский воин. Я был потрясен этим. И там какие бы там эти все они, рок-музыка, тяжелый рок, хэби-металлы, там ничего бесполезного. Это ничего не работает. Работает наша генетическая память, родовая память. И вообще-то вот в казачьем спасе все основано на образном мышлении, на образе. Значит, вот прямо себе в квартирах сейчас слушаете, вот закончится наша встреча. Вы встаньте, руки разведите в сторону, ладони поднимите так, это в смысле трепендикулярно. И одной ладони коснитесь одной стенки, тянитесь. А второй, вторую стенку. Тянитесь, тянитесь, тянитесь. И пускай сзади ваша жена или сын повиснет на ваших руках. Они будут как стальные. На них можно повиснуть вообще. Или вот, например, это образное мышление. Или, например, вот, когда прихватят сердце, вот, в пожилом возрасте, если все, притеча инфаркта, резкая боль в сердце. Ну, такая, как его колит. Это что? Насос качает, а кран закрыт. И разрыв сердца. Так вот, чтобы спазм снять, нужно к стенке встать спиной, представить, что ноги провалились в подвал, а от пупа ноги в подвал ушли, а от пупа выше. Коснитесь, тянитесь, коснитесь затылком потолка или небушка. Лучше всего небушка. И когда вы растянете, такой же разрыв в животе начинается. Все, доли секунды буквально, минута, любой спазм уходит. Все на основе, вообще-то, от Кадочников, великий наш учитель, великий рукопашник Алексей Алексеевич Кадочников в Парснодаре. Так он поразительно, поразительно, он настоящий характерник. У него дед был полный банды, еврейский кавалер. Он сам из Оренбургских казаков, Алексей Алексеевич Кадочников. У него много фильмов, я снял его семинары. Поразительно, это все просто, когда я его в первый раз увидел, в 1986 году он приезжал впервые в Москву. Только о нем как бы забыли, все, начало подниматься. И в Центральном доме литераторов полный народа был, я учился, вышел в лидературный курс, скоро заканчивал. И сидели несколько рядов пограничников, пограничные училища пригласили. И у него человек 10 было там помощников на сцене. И они кувыркаются, как мешки. Он автомат у них отбирает, все прочее. А погранцы сидят, как раз впереди меня сидели. Это клоуны, это театр. И он услышал, Алексей Алексеевич, услышал. Ну как, идите сюда все, орлы. Вот тут-то начался театр. Они как мешки с песком летали, хлопались на сценах. То есть Кадочников, это великий специалист. Я читал у него книги, сотни писем от людей, которые выжили в Афганистане, в Чечне. Благодарственные писем пишут люди, что если бы мы не знали русский стиль, если бы мы в свое время не дали нам эту науку, мы бы погибли. А так мы живы. И благодарные писем, и благодарные просто кипы у него. Поэтому образное мышление – великая драгоценность русского человека и казачество особенностей. На образномышлении основано очень многие. Я вот одно бесконтактника, хотя я отношусь к этому осторожно, бесконтактный бой. Но вот я с одним разговаривал. Его проверял бывший начальник генерального штаба тогда, Кошнин. В Чикаловске, по-моему, где-то на аэродроме. На 100 метров поставил офицер добровольцев. Взмах руки, кома, там скорую помощь рядом его откачал. Второй на 400 метров стоит. Взмах руки, кома. Я у него спрашиваю этого человека, в эту квартиру. Слушай, предел есть этому? Он говорит, хоть в Африке, лишь бы образ был. Лишь бы был образ. Значит, вот поэтому надо ни в коем случае детей вообще выкидывать просто. Вот эти все игрушки, которые насаждаются у нас. Все американские мультики. Надо наши русские смотреть. Хорошие мультики, хорошие сказки. Я даже в этом не сомневаюсь, что дети будут нормальные. И речь у них нормальная будет, и образное мышление. А лучше вообще не мультики смотреть, а заниматься с детьми непосредственно, как это делали наши бабушки, прабабушки и еще раньше. Когда просто садились и разговаривали с детьми, показывали своим примером, как надо жить на этом свете, что надо делать, каким надо быть. А не просто в телевизор. На тебе мультик посмотри. Это лучше, а это хуже. Мультик все равно это мультик. И вы знаете, мы работаем на золотом щите, мы работаем с молодежью. В прошлом году было 136 человек, позапрошлом. В прошлом еще больше. А в этом году вообще будет. Даже детдома к нам, к детские школы приезжают. И вот мы проводим, обучают, девчонок обучают варить, всякое готовить, пеленать на куколах, пеленать ребенка. Те традиционные наши, чем должна заниматься женщина. И вот я позапрошлом году собрал человек 50 девчонок. У нас столовая такая длинная, с полом. Собрал их. Ребят всех разогнал, чтобы одни девушки были. И им дал три установки. У меня очень есть... Я думаю, что темы следующие можно сделать. У меня есть методики такие. Отучаю от курева за один сеанс. Отучаю от пива, от водки. И очень многие благодарственные мне, благодарные такие были. В одном институте я уступал. Со 122 студенток 100 студенток бросили курить и не сгурили до конца института. Потому что на основе, опять же, образного мышления, на уровне подсознания это делается. Если сознание что-то может отвергнуть, то подсознание беззащитное. И вот туда этого таракана бросаешь, и все, навсегда. Девушка перестает курить. Но при этом ты лично должен говорить? Или достаточно в эфире тебе выступить и потом записи показать? Нет, я думаю, что в эфире. Нормально работает и в эфире. Так что вот где-то года два назад здесь, в Москве, водный стадион и речной вокзал. Между этими двумя станциями метро пять школ. Директор один. Это же все делают, экспериментируют все, экспериментируют. Ну что, пяти школ, там огромные школы. И один директор на пять школ. Ну вот она пригласила меня провести перед ЕГЭ, как раз за день до ЕГЭ. Набили полный зал этих старшеклассников. А мне дали всего 45 минут. Я им когда вот эти методики смотрю, директорист сидит, голову уронила на руки. И потом она сама-то мне сказала, говорит, это самое. Я, говорит, не ожидал такой эффекта. И вдруг вот эти впереди сидела одна девица там, школьница. У ней вот мини-юбочка там вообще, веревочка. И все ноги, все бедра сколаны в наколках. Можете представить? Это школьница. Цветные наколки по всем ногам. И вот когда их начало коробить, те, кто курил, и они как повисли на мне. До самой машины меня провожали, благодарили. Вот директорист говорит, говорит, я не ожидал такой эффекта. Как мы могли их, их же ничем не есть, не договорив их ничем. А как мы смогли с ними так поработать, что их проняло? Надо работать с молодежью. Потому что я же собирал в свое время, когда учился на ВЛК, всесоюзное совещание по контрпропаганде массовой культуры, по тяжелому металлу, по хеллю металлу. Могу тоже это сказать, такие страшные. Ведь насраждение идет. Понимаешь, а хеллю металл, это вообще-то рок, тяжелый рок, это наркотик. Как это доказали эти самые... Ну, я немного оффлекся на тема. Давайте мы следим. Ну, так или иначе, все равно мы говорим о вещах, которые очень важны. И недаром у нас есть такая установка, написано, что мы не используем в своих музыкальных вставках все, что связано с металлом, хэви металл и так далее. Потому что мы тоже это осознаем четко, что это такое. Это разрушающая структура, которая, как и наркотик действует, которая подсаживает определенные вибрации, и которая еще и разрушает изнутри. Так что имейте это в виду. Ну, хорошо, да, от тем ушли. Это доказало Минское, это 86-й год, Минский институт, мединститут. Они провели эксперименты. Я расскажу тут как коротко. Они, короче, собрали тысячу любителей, вот, в наушниках которых, молодежи, которые с наушниками, тогда это начиналось, монетопончики носилище. Собрали в пеннирлагерь и объявили так, значит, из России, с Украины, с Беларуси, это единая была страна, значит, пожалуйста, питание, общение, все, что хотите. Но их лишили прослушивания тяжелого металла, рок-музыки. Буквально на третий день начались все признаки наркотического хумара. А ведь мединститут это все проводил эксперимент, они все делали анализы и все прочее. У них почти слезы, сопли, понос. Представляете? То есть они доказали, белорусы, белорусские мединституты доказали, что тяжелый металл, особенно ритм его, это он сделан в ритме этого самого инфарктного, биения инфарктного сердца, то он страшный наркотик. И в конце концов все у них разбежались тысячи человек. Не выдержал никто двадцать дней. Ну ладно, давайте вернемся все-таки к казачеству. У нас еще есть семь минут до музыкальной паузы, поэтому какую-то темку такую небольшую возьми, чтобы за семь минут ее можно было как-то рассказать. Ну, значит, я вот что скажу. Союз казаков в России отлично был. Атаман Мартынов провел потрясающие 50-летие Слиноградской битвы, это в 93-м году в Волгограде провел марш казаков. Союз казаков в России это была огромная тогда организация такая. И вот представьте, 10 тысяч казаков в форме, экипированные прошли маршем под музыку, под маршем прошли от Мамаевого кургана до площади Павших Борцов. На пять километров колонна вытянулась. Там девчонки вообще с ума сходили, бежали толпами за всеми замаширующими казаками. После этого а я был главный редактор русской военной газеты из Токи. И вот у меня были подписчики, кадеты наши в Венесуэле в Аргентине. Они были, родились они в этом в Чехословакии, но потом по просьбе Сталина Бростит их протронул туда. И вот эти кадеты, которые с Крыма ушли еще. И вот они были подписчики. Немного мне помогали там издавать газеты. И вдруг они присылают материал, он у меня есть до сих пор. А где-то через два месяца после вот этого казачьего марша в Волгограде было тайное заседание ЦРУ и было принято резолюцией остановить возрождение казачества в России как единственные реальные силы, способные помешать развалу. Разбить на красных и белых, создать альтернативное казачество, привести к власти управляемых нами атаманов и пошло и поехало эти Демины Камшиловы. Камшиловы, представляете, у него визитка такая на формат опять всемирный атаман навешал на себе не знаю там на спине только нет орденов и кресты главные юристские кресты. Специально дискретирует казачество. БАФ сейчас уже полно генеральских форм казачьих. Это специально делается для того, чтобы слить казачество, чтобы уничтожить доблесть, мощь казачества, которая была. Вы смеете сделать ее ряженными, но хохлы, как всегда, нас превзошли. У нас, кстати, генералов тут куча образовалась, таких вот срушных, но хохлы нас обошли, ребята. У них два генерализмуса, сам лично по телевизору видел, два казачьих генерализмуса, два деда сидят таких с огромными звездами на плечах. Специально для того, чтобы дискредитировать, уничтожить, вы смеете. Ну вот представьте, я в Омске был в сибирском казачьем войске, и мне там сказали, что в Омске 18 казачьих формирований. Можете представить? 18. Там и все космические, межгалактические, каких только нет. А вот друг с другом не дружат. Они считают, что главные они, именно они, но вообще-то есть такое шутливое, но горькое такая вещь, что когда два казака собираются, это уже три атамана. Поэтому два русских то же самое. Получается, три князя. это характерное наше сердце, может, гордыня, может быть, такое. Раньше это было удаль. Юрий Васильевич, мне кажется, здесь то, что рассказал, вот эти вот байки, которые полушутливые, но без слез, как говорится, их не произнесешь, когда собираются два русских, начинается там, и когда два казака встречаются, там три атамана. Это же страшные вещи. Мне кажется, нашу генетическую особенность, которая всегда в позитив шла, то, что ты говоришь, позитивная, перевели в негатив, что мы начинаем с друг другом сражаться, с друг другом воевать, и от этого получают навар те, кто устраивает эту заварушку между нами. До сих пор многие еще не понимают этого, к сожалению. Вот, да, понимаешь, особенно среди молодых казаков, вот я смотрю на них, вот, которые все формы одели, там все, ну, невежество лютое, они ничего не читали, ничего не хотят читать, ничего не знают, ни истории, ничего, понимаешь? вот, значит, в Ростове сейчас там прочитает такой, идея такая, значит, ну, это црушная идея, и Гитлера было страну казакию создать, и вот, значит, там атаманы этого страны казакии, вообще не казаки, и даже крестов на них нет, на боях, и вот страна казакия, ну, это же абсурд полный, потому что это срушенные разработки, и немецкие разработки, оторвать, чтобы бить клин между русским народом и казаками, вот, и вот эти молодняк повелся на это дело, специально там и сайт у них есть, и все прочее, вот, это... Да вообще страшные вещи ты рассказываешь, я сколько помню, все время, вот как эта перестройка началась, да, и после перестройки сразу начались какие-то разговоры о том, что казаки, это вообще не русские люди, это отдельный народ, отдельный генетический, и нам надо отделяться, я задаю вопрос, отделяться вы от чего собираетесь? Ну вот мы свою казачью республику хотим сделать, говорю, вот подумайте сами, многие тысячи лет вы находились вот в этом, это ваша родина была, это не наша родина, я говорю, что значит не ваша родина, вот и царская империя, и то, что было до царской империи, ведь всегда казаки, это была элита воинства, тех защитников, которые всегда принимали на себя первый удар, это пограничники высшего уровня, высшего класса, которые не допускали врагов, и в случае уже военных действий они шли в атаку и побеждали их, и вы сейчас хотите сказать, что вы воевали только за свои хутора, за свои станицы, вы чего вообще несете? Ну, как-то некоторые еще глаза после слов упускают, как-то так стыдно становится, задумываются, а некоторые все равно, нет, нет, мы отдельно, нас типа там захватили, говорю, если вас захватили, то какие же там были казаки? Если вас вот эти вот русские немытые смогли захватить, ну вы сами-то подумайте, вы в какой противоречии входите сами с собой, и вот... Горько это все, значит, это печально, это вообще жутко какая-то. Я вот так сказал одним, что сейчас главный атаман вот у нас сидит в Вашингтонском обкуме, вот, потому что вот эти все ряженые, есть, ну вот Мартынов нормальный атаман, который что-то делал, который вот эти сборы, все круги проводил, все прочее, вот, а потом эти кононовые разные, там вот эти камшиловые появились, только это специально подстава, подстава, вот, генерала Бабы, казачьи, вообще женщин, это, конечно, может быть, но на круги не пускали, на казачьи круги, это чисто мужская была. Так это древняя традиция, да, где женщина, она все-таки не в кругах должна участвовать. Давай мы еще музыкальную паузу прервемся, красный яр, когда мы были на войне. Народное славянское радио. Обсудим вместе. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 19 января 2016 года, вторник, по одному из старинных, 39-й день, месяц белого сияния, покоя мира, 7524-го лета, неделя. Казачий спас, такова наша сегодняшняя беседа, Юрий Васильевич Сергеев, главный соведущий, очень много интересного нам рассказал и продолжает рассказывать. Напомню, что вопросы мы принимаем из чата, и по возможности, если еще будет у нас, эфир не растянется до утра, мы все вопросы, конечно, зазвучим. Можно уже отвечать. Я, знаете, сейчас скажу, потом можно перейти к вопросам. Я скажу от такой оцелительности именно характерников. Сейчас уже избитый от слова «целители» и все прочее, но от постоправства. Мне посчастливилось знать уникальнейшего характерника костоправа и это самое Борис Борисовича Веденеева. К сожалению, он погиб. И в Билиеве погиб в городе Миллеров, в Ростовской области он жил. И вот такими способностями он владел просто невероятными. Я однажды привез к нему Иван Попов, вот тоже он рукопашник очень хороший, соратник Лаврова, там все. Еще там трое инструктора по рукопашным боям. Мы приехали, это было как раз в 2008 году, ко мне 60-летие. Я собирал в Кумылыжинской станице от рукопашников, там показательное выступление делали. И мы заехали в Миллерово. И вот Борис Борисович, он в возрасте был, уже где-то 53 года ему. Значит, и вот он сидел, сидел, рассказывал там, потом говорит, ребят, а вот меня жучили деды не только лечить кустоправство, но и воевать в рукопашку. Можно на вас попробовать? Ну, они говорят, ну, ладно, ну, где же все инструктора посвящены. Ну, попробуйте. Ребята, летали эти инструктора по воздуху через его голову, как мешки с сеном, с трухой набитой. Они сами потрясены, и я был потрясен вот этим способностям. То есть, там даже не удар, а какой-то, значит, или он левитации их наделял, или что, потому что невероятные делали пирулет, и летали вокруг него. Поэтому вот эти все традиции все надо знать. такие вот есть, вот, например, бабушка, Калистра Семеновна, моя бабушка, еще в юности мне говорила, Юрка, радуйся самой лихой беде. Я говорю, как, бабунь, как я буду радоваться самой лихой беде? Это же как-то абсурд. А потом вот тут злые люди у меня два года назад украли машину, микроавтобус. Я в такой панике был, такие мне, с такими трудностями по копейке собирал, там, все прочее, чтобы ее купить, чтобы ездить в экспедиции, по этим, по старикам все. Ну, дня три я был в таком гнете. Потом вспомнил бабушку, и говорю сам себе, ангелу-хранителю, как она говорила, лучше знать, есть ли на этой машине, или не ездить, или кого-нибудь задавил бы, или разбился бы. А так ушла, и все, я жив, здоров, я начал радоваться. Поэтому такие мудрые вещи, есть заговоры против сглаза, потрясающие, работают на сто процентов, в общем-то. Есть такие болитвы, обережные молитвы. Это, я вот собираюсь, просто по крупицам, по крупицам собираю. И дай бог, конечно, надо делиться. Поэтому я передаю все это детям, которые приезжают на золотой щит, на казачий спад, золотой щит. Я всех желающих приглашаю в этом году. Это будет 30 июля, последний день. Значит, это будет заезд 23 июля. Ну, посмотрите по сайте, у меня сайт Княжи Остров. Посмотрите. Кто один раз побывал, у нас ездит каждый год из Сахалина, из Вологды, из Ленжика. Давайте вопросы. Хорошо, напомню, что вопросы мы принимаем из чата Народного Славянского Радио. В любом поисковике набирайте Народное Славянское Радио, попадайте на наш сайт slavomir.org. Дальше ищите слово чат, нажимайте на него и логин, пароль придумывайте один раз на всю жизнь и пользуйтесь. После этого можете задать вопросы, переписываться с друзьями. А также новшества появилось, это авторы, также там ищите автор и программа вещания появилась. Итак, вопрос Василий Васильевич сюда набросал к нам наш малый чат. Я возвращаюсь к самому первому, который был и начинаю озвучивать. Итак, первый вопрос пришел от Всеслава. Здравия, как соотносятся представители казачьего спаса и казаки-характерники, что у них общего и какие различия? Что, повторите, начало казачьего характерники? Да, он задает вопрос, как соотносятся представители казачьего спаса и казаки-характерники. Одно и то же. Но вообще я слышал версии, что казаки-характерники и казачий спас это все-таки похоже, но у них есть какая-то разница. Вот эту разницу улавливаешь для себя или для тебя ее нет? Ну, не знаю, я вот не вижу, потому что казачий спас и характерники, там очень много сейчас аферистов. Вот приезжал с Одессы я снимал в Самаре позапрошлом году. Как же фамилию это был? Приезжал, три часа я снимал, потом все стер. Я говорю, так, ты казак, он нет? Ты что умелишь? Он вообще ни о чем. Он чисто сам психолог, психологический институт закончил все прочее. И очень много аферистов, которые сейчас спекулируют на казачьем спасе и вот по-моему я разницы не вижу. Если характерник, это казачий характерник, он владеет спасом и все, это одно и то же. А давай тогда озвучу ту версию, которую мне когда-то один человек сказал. Характерники это те, которые еще до христианизации были, а казачий спас стал появляться более так укрепился, когда уже появилась христианизация. Вот есть ли в этом доля какая-то правда, на твой взгляд? Или это так очередная... Знаете что, я вот считаю, что не надо делить опять шинковать нас на христианизацию, не христианизация. Вот мне письмо одна прислала женщина весной этого года. Юрий Васильевич в Москву с Одессы приезжает разработчик казачьего спаса. Будет семинары здесь проводить по 7000. Ну это тот же самый кадр, о котором я говорю. я пишу ей в ответ. Разработчики казачьего спаса на 30 кораблях Сусте, Дона, Днепра и Днестра ходили на помощь сожженной троги. Это почитайте Савельева. Он уникальный историк, он это поднял все. Сусте, Дона, Днепра и Днестра. Поэтому вот это разбивать что-то, христианизация не пришла не христианизация, это все не надо. Нас пошинковали, знаете, вот проводил, я не боюсь выступать в любых аудиториях, в Белгороде выступал, там были родноверы, и ринге, кого там только не было, полный зал народа. И вот в этом, на Сходнинской есть такой зал у них под землей, в подвале, Анастасийцев. И вот это полтора года я вел семинары, каждую первую и третью среду. И вот представляете, собралось человек 70, первый такой был семинар у меня, с 6 вечера и до 11 шел семинар. Потом соседние помещения, типа трапезы у них, там еще такое, длинные столы, чай пошли пить. Как сцепились на смерть друг с другом, представляете? Глаза вылупили, уже до грудки хватает друг у друга. Так вот, одни кришнаиды, другие илинги, третьи православные, четвертые родноверы, пятые еще кто-то, понимаешь? Нас пошинковали, как капусту, враги наши, понимаете? И они просто на религиях нас травливают, нас травливают. И я прекратил сразу, что больше на моих семинарах никаких тут пропаганды, никакой там ни Кришны, ни ничего. Будем объединяться по роду. Мы русские, все, мы братья. Вот объединение по роду, это великое дело, по роду. Не надо нам никаких этих наносных там все Харе Кришна и все прочее. Правильное решение. Мы к тому же призываем кончать и делиться, ребят. Давайте объединяться уже. Какой вы там, вот я всегда так говорю, общаясь с человеком с каким-то, он сразу первым делом, а кто ты там по вероисповеданию, я говорю, какая тебе разница, ты русский человек, русский, я тоже русский, давай вот с этого начнем. А вот тебе помогает там, ну кто там, Кришна тебе помогает, ну отлично. А тебе кто там помогает, Перун, здорово. Ты Христу, ну отлично. Тебе, ты живешь по совести, в ладу с природой, заветы предков помнишь, уважаешь свой род, уважаю, ну все, мы с твоей братья, какие вопросы-то, какие претензии. И вот тогда кто-то остывать начинает. Ну хотя есть, конечно, встречаются такие, которые продолжают, там нет, вот там кто-то. Я ортодоксов не люблю в любой религии, то есть это, знаешь, вот я выступал в Белгороде, когда очень много было народа, причем вот именно ведического направления и все прочее, я им говорю, ребята, на мне, на себе проверено, вот когда рогатый вас, извините, радио за эфир, за жопу когтистой лапы, схватит, когтями проткнет, что вы будете делать? Молчат. Говорят, только православная молитва, только молитва, живые в помощь свыше, отче нашу Богорвову, на себе испытанную. Поэтому, там какие бы то иллинги не было, но когда вот это случится, все. Во время войны очень многие в окопах научились. Русский человек, действительно, там был, и когда, может быть, действительно, христианализация насаждалась, я много материалов читал, поэтому все прочее, но русский человек переварил, переварил, сделал под себя, посмотрите наши храмы, посмотрите наши, и почему сейчас говорит Бзежинский, например, что для силы надо в России уничтожить, тогда мы возьмем Россию голыми руками, это православие и казачество. Я не хочу быть в ряду с Бзежинским и прочим мразием, обезьянии там уж поэтому нельзя топтаться на могилах дедов наших и моей бабушки. Я как только начинаю, вот Левашов, какой бы он ни был толковый, там все прочее, как только он попер против православия, я понял, что человек не наш. И вот как только начинает, кстати, вот Сидоров, ну, интересный человек, ну, как только он попер на православие, я абсолютно потерял интерес, хоть там завали меня его книгам, я их не буду читать, потому что это наши с верой шли в бой, с верой Россия была создана, и то, что говорят там вот, вот, было это самое, жиды, там все это, все это блеф. Вот у нашего известного художника Глазунова был, написал три книги о нем, мой друг Эдик, и Глазунов всю свою жизнь собирал артефакты, уникальные артефакты по России, скупал. И вот он мне, Эдуард мне рассказывал, что у него есть уникальный артефакт, такой, значит, что, почему Голландские высоты Израиль захватил усилие в те годы, да не просто так, там, Скифополь, в специальном раскопке, начали сразу раскопки города Скифополя, столицы царских Скифов, шестью рядами колючей проволоки обнесено под электричеством, до сих пор идут раскопки, и там была найдена библиотека, клинописная библиотека, и она была переведена, и вот евреи, ортодокс, они бьются до сих пор над этим, говорить это миру или не говорить, потому что, если скажут, то вся история рухнет, вот, матушка Богородица, была из старского рода Скифов, там написано, таблицик, она терпеть не могла фарисеев, книжников и фарисеев, посмотрите иконы, первые иконы наши, вообще не наши, а древние иконы, в боярских шапках, Христос, голубоглазый, светловолосый, это просто, вот эти враги России, они, как тебе сказать, очень пытаются все приватизировать, и поднять под себя, даже, понимаете, в 70-е, 80-е годы, когда учился на ВЛК, они начали распространять такую идею, что маршал Жуков тоже евреет, ну, что бы не приватизировать его, и потом, опять же, этот Бзержинский заявил, когда была программа ЦРУ, создана программа ЦРУ по дегероизации России, и он сказал, что вы, говорит, распыляетесь, достаточно в России, в России дегероизировать одного Жукова, и все, и все лукнет, и потом начались, значит, звонить за, вся эта кодла, начали фильмы, с Рокоссовским сталкивали Жукова, все прочее, 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 то есть, они работают, но мне, знаете, что, утешает только одно, что они недавно сами признали, что миллиарды, десятки, миллиарды долларов, даже триллионы, потратили на то, чтобы в следующей войне не было Александра Матросова и Зои Косомедемианской, и все, они сами признали, и все это пшик, понимаете, все это пошло в прорву, преисподними, все эти деньги, потому что наши русские дети, наши русские люди, генетические русские, вот посмотрите, флешмоб, Новосибирск, это какой-то год, позапрошлый, кажется, вот, 13-14 год, я не отрываясь, смотрю, уже много раз это, как танцует молодежь наша, танцует на площади, перед там, посмотрите на их лиц, на их азарт, на их, ну, разнесут в пух и прах, так что, бесполезно на Россию. Все верно, все верно ты говоришь, даже учесть, что, даже, ну, кто там, не нравится кому-то, может быть, христианизация, ну, допустим, да, но все равно ведь, давайте так, она же была у нас на Руси, христианство присутствует, и сейчас присутствует, поэтому, если вы плюете хотя бы на какую-то часть своего прошлого, неважно, на ведическую часть своего прошлого, или на христианскую часть, вы плюете в свой рот, поэтому вот эти все разговоры перестаньте. Правильно. И вот эта вот молитва, которую ты сказал, очень ченаш, она существовала и существует как у христиан, так она давно и существовала у наших пращеров еще до христианства, поэтому она такая действенная, потому что обращение к нашему туда вот идет, к верху, и поэтому она всегда помогала. И вот это надо учитывать, а не так, что, ой, там придумали, вы поизучайте более внимательно и поймете, откуда что было, как это все перерабатывалось, кто вносил, как русский народ это все через себя переработал, и почему отличается христианство восточное от западного, что происходит. Конечно, даже сейчас мы можем в этом говорить, там мы ко многому, я уверен, такому, может быть, негативному придем, что сейчас происходит, но не будем этим засорять эфир, давай все-таки полка за чем спас. просто элементарно невежество, и поэтому надо все-таки шире смотреть, шире смотреть на нашу Родину, на наших премьерках. Так, от Олега был вопрос, когда ты рассказывал про бабушке сундук волшебный, куда на что доставало, там вопрос от Олега, остались ли еще детские книжки, если да, то можно где-то их скачать сканы. Ну, я скажу, 1886 год, надо поискать, я думаю, что в интернете надо же действовать, уникальные книги, просто, или в библиотеке надо взять, отсканировать и выбросить в интернет. Просто я на этих книгах вырос, родился, может быть, там такие гравюры, такие, вот, великолепные, умели, могли детей воспитывать, не то, что нынче, там, на этом, в этом, в Швеции показывают, как там, постоянно идет на шведском телевидении, какашка из сучка, ну, моча, и вот они между собой, там, что-то, для детей, представляете, это маразм полный, поэтому мы должны вернуться к своим, скажем, сказкам, своим традициям казачьим, к любви, к добру, вот, и нас не победить. Когда ты такие вещи рассказываешь, так это, мультики, вот эти, или передачи, да, где вот эти персонажи, мой киевский друг один говорит, поубывал бы, гаду бы. Ну, давай дальше. Вопрос от фира от Олега из Иркутска. Юрий Васильевич, расскажите, пожалуйста, этимологию слов, казака и саул, в вашем понимании, расположение шашки в ножнах казаков лезвием вверх или вниз, с гарды или без гарды. Благодарю. Ну, я уже говорил, я повторюсь, я пришел к выводу, что много перелопатил, в общем-то, когда писал «Княжа остров», роман, почитайте, вот с Иркутска, парень, почитай «Княжа остров», в интернете он есть. Значит, казак, значит, это, кстати, у вас там недавно открыты огромные курганы, вот, в Алтайе рядом, Хакасии, сакские курганы, полный золотой, как я скажу, золотой царь там, в Туве найдена золотая долина. Это уже все наши предки. И вот Кай, славяне же были до Лондона, до Англии, но Кай это царственный, кайзер, например, кайзера, то есть, этимология слова славянской, кай, кай. А саки, это были мощные, то есть, после скифов, это мощные были наши предки. И кайсаки, это царские скифы, и кайзаки. Это царские скифы, просто, я считаю, что это так, это более приемлемо для меня. Шашка, казачья шашка, ну, она была, как она, немножко у нее есть же все-таки закругление, да, и влезием вниз, она вставлялась в этот, в ножны. И, вот, знаете, почему мода пришла, ну, во-первых, во Франции, когда казаки там были, быстро-бистор, вы знаете, историю, что быстро-быстро, налей там, чтобы быстро, но главное, что оттопыренный пальчик. И взяли все элиты французские, когда пьют кофе, значит, мизинец оттопыривали. А знаете, почему? Ну-ка, ну-ка, Потому что казаки, когда пили, оттопыренный мизинец, потому что на шашки вся нагрузка при рубке была на мизинец. Вот там закругление, знаете, на рукояти такое металлическое. И там мозоль был, и он просто этот палец не сгибался, не разгибался. Понимаете, он так сгибался маленько, ну, и вот казаки, когда пили кофе, и французы посмотрели, что у них оттопыренный мизинец. Считали, что это до сих пор, что это мода. То есть мизинец это опорный палец, да, на котором как раз... Да, там, знаете, у шашки повисал на этом, когда при рубке самая нагрузка была на мизинец. Там вообще было интересно, когда казаки пришли туда, есть такая уникальная газета, почитайте в интернете, найдите, русский значит инвалид. Инвалид, это мы просто сейчас уже как темя шива с нам, что это коллега все просят, русский инвалид, и была уникальная газета, это просто ветеран, русский ветеран. И вот я там читал в этой газете, когда казаки пришли в Париж, были в Париже, и вот они потрясли француженок тем, что собирали цветы, нюхали букеты, детям вырезались, выстрогивали игрушки, дарили детям отношения. Вот тогда уже эгоисты были, французы сами, мужчины. А это вот такая, поэтому после этого, как француженки разглядели в них добро, любовь к цветам и к детям, ну, по преданию 200 тысяч француженок родили потомков, казаков. Значит, это еще интересный момент, исторический факт. Улучшили нацию, да, наши казаки? Когда Наполеон уже подходил к Москве, и в одну из деревень зашел продовольственный провиантный батальон, французский. И вот они начали там разбой, конечно, все, ловить курей, там все, и два француза тащат хлеба козу за рога. А бабка выскочила на крыльцо и орет. Моя коза, коза, моя коза, это исторический факт. Батальон побросал ружье, все ринулись и бегать в лес. Они думали козак. Бабка кричит козак. Теперь понятно, чем французов можно пугать. Вот отсюда коза, там идет рогатый, французы разбежались. Ну понятно. Так, ладно, еще у нас есть две минутки, попробуем на вопрос ответить. Вот Степан задал вопрос. Расскажите, пожалуйста, был ли Емельян Пугачев казаком, а также был ли Степан Разин тоже казаком? Ну, по преданию, я был весной прошлого года, я был в одной из станиц, где Емельян Пугачев на было место, конечно, полностью уничтожено, с женой, с солью засыпано. Зимовейская станица, где он родился, я считаю, что оба были казаками, просто как-то ширь, вот Шин пытался такую широту показать, я пришел дать вам волю, хотел фильм снять, но, к сожалению, не удалось снять фильм, бунтари они были, оба бунтари, вот, и пытаются, пытаются, ну, когда было наше коммунистическое прошлое, что пытались сделать революционерами, все прочее, вот, я считаю, что обоими владел праведный гнев, о котором я уже говорил, когда начинали обижать народ русский, казаков начинали обижать, и они просто в этом праведном сгонении начинали творить такое, что особенно-то они там кровь не пускали, но Таразин, например, когда Астрахань взял, вот, он повторил подвиг Тимирлана, он повесил всех городоначальников на стене, на стене вниз головой, за ноги, ведь что, Азов в свое время Тимирлан хромой Тимур взял, никого не тронул, всех городоначальников повесил вниз головой на стенах, ушел, и все нормально, все остановилось, люди жили и все прочее, потому что воров он взял и повесил воров, которые обижали, которые подтесняли народ, хромой Тимур не совсем был дурак, такие дела. Понятно. Ну хорошо, давай тогда мы сейчас перейдем к очередной музыкальной паузе, поскольку у нас сегодня казачий день, то мы песни казачьи тоже ставим. Народное Славянское радио, потому что мы славяне. Продолжаем разговор. Хорошая песня такая. Да. Итак, продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напомню, 19 января 2016 года, вторник, по одному из современных календарей, 39-й день месяца белосияния покоя мира 724-го лета, по одному из старинных календарей. Не просто так говорю, по одному из, потому что и современных календарей огромное количество, и старинных огромное количество, и лет исчислений. Россия огромнейшая страна и во времени, и в пространстве. Так вот, неделя. Дальше. Казачий спас. Это тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Иль Васильевич Сергеев. Он начал говорить, когда я поставил музыку, музыка уже пошла, я не мог ее остановить, что предложение было следующую передачу провести по теме алкоголь, табакокурение, наркотики, как от этого дела просто избавиться. И в связи с этим я себе записал вопрос, и как раз сейчас самое-самое время его задать. Вот в песне, когда мы были на войне, там есть слова не только трубочку курил, на голубой я смотрел, дымок и так далее. Вот где-то трубкой называли, где-то люлькой называют, это какой-то новоделый, когда он появился по твоему истории? Ну это турецкая пришла к нам эта мода с турецких эти, ну это времена еще наверное зоо куривая. Насраждение от курения было при Петре Первом, первый начался табачок, это все прочее, вот, и водка от Жданова посмотрите в интернете, найдите, послушайте Жданова. Я бросил курить после того, как с Угловым пообщался Валера Николаевича Ганичева, встречались с ним дома, академик, который делал 103 года еще операции, вот, он как раз по легким специализировался, и я курил в те годы, и он это говорит, Юра, вот, приезжай ко мне в хирургию в Питер, я тебе покажу, прям, в руках поддерживаешь эти легкие курильщиков, и ты, говорит, вообще не возьмешь никогда в рот это просто остатки вот этих трахеи кровеносные, воздушные вот эти сосуды, остальное все дерьмо, прям, вот как помет какой-то, все легкие, какое же они будут кислородом там обогащать, все прочее, уничтожение просто человека, и он так это доходчиво объяснил, что мне пришлось это оставить все, и я сейчас поражаюсь, зачем я курил, зачем, это просто обезьянья психология, быть как все, вообще величайший конечно человек углов, и последователь его, ты же данного назвал, это тоже величайшие люди, которые бьются за здравомыслие в первую очередь, а уже потом и за здоровье, и за понимание этого мира, потому что без здравомыслия понять что-то невозможно, а если человек себя наркотой убивает в любом виде, то как его можно здравомыслием назвать, вот это конечно проблема очень страшная, и ты говоришь, как вот так вот ты столько лет, зачем, а ведь многие так и даже до сих пор не понимают, тут даже пообщаешься, иногда бывает, приведешь все факты того же Углова, того же Жданова, Кривоногова, Майеров, ну много, многих людей, всех тут не перечислишь, даже вот бывает так, хватает у него, ну полгодика продержался, несколько месяцев продержался, и потом какой-то срыв у него, смотришь опять, он сигарет, ну не бывает бывших уличек, я говорю, нет, бывает, просто ты еще не осознал это, я осознал, и мне всегда нравится, мой знакомый говорит, когда он курильщика видит, он говорит, ты наверное воду из-под фильтра пьешь, да, наверное, и когда ты в магазине идешь, какие-то экопродукты стараешься выбирать, он да, а ты говорит, тебе в голове-то что, в мозге вообще есть, ты же куришь в этот момент, зачем ты воду из-под фильтра пьешь, а зачем ты такой продукт выбираешь, ты же куришь и пьешь, и некоторых пробивает это, представляешь? Хорошо, так, давай дальше, не будем затягивать наш с тобой беседу. Все-таки у нас есть вопросы от наших радиослушателей. Напомню, вопросы через чат принимаются, поэтому будьте любезны ходить в чат, задавать вопросы. Так. Ярогор, вопрос в эфир для Юрия Васильевича. Расскажите, в чем отличие в разных родовых практиках у нас на радио был эфир Святослава Бороды с Украины, а впоследствии несколько семинаров по направлению Кот-Волка. Хотелось бы характерные особенности и отличия проявления спаса. Ну, я не знаком с этим человеком, потому что мне там один из учеников, я постараюсь его вытащить, он, правда, на Украине живет, значит, учеников вот этого, без клуба с Одесса. Второй ученик, он, по моим сведениям, они все-таки, почему они допекли без клуба, почему он погиб? Он один из телефонов разбил об асфальт. Они требовали, вот эти националисты, чтобы он их обучал казачьему спасу еще в те годы. Представляете? Вот когда они в Чечне воевали против нас, все прочее, и тот категорически отказался. Вот, по-моему, средний один из учеников готовил. Вот, поэтому я не знаю, не знакомый с Арагоромом, что он там пропагандирует, как там, что, надо почитать, может, в интернете они у меня есть все. А вот Тарасенко с Одессы, это халтура, полная халтура. Приезжает в Самаре по 7 тысяч человек, 30, там, Аболу уехал. Ну, хотя мы не обсуждаем людей, которые у нас не в эфире, но раз ты уже произнес слово «неворобей», то, что называется, просто у нас есть такая традиция, все-таки на людей, которые не в эфире, ну, не говорить, если нет четких доказательств. Хорошо, извиня, я не знал. Вот, дальше. Следующий вопрос от Владимира Радовича. Так, он здесь уточнял, откуда он. А вот из города Царицыно, Волгоград. Вопрос несколько жесткий. Вот давай сейчас тебе прочитаю, ты так это скрипи сердце и попробуй так спокойно. Да я нормально все. Юрий Васильевич, умирает ваш золотой щит. Как-то вы объединились с администрацией. Надо же, дошло до того, что стали запрещать собираться у костра, петь песли после нуля часов, даже употребление спиртного не зазорно. Все пущено на самотек. Администрация превращается в шоу. А такие, как дальше фамилия на С, прибыли на золотой щит, бабки делать. Многое из того, что вы гутарите, не соответствует действительности. В этот раз вам досталось от казаков на круги по делу. Вы мягко стелите, да жестко спать. Извините, забыл задать вопрос. Какое будущее ждет золотой щит? Судя по последним событиям, умрет. Вот такое пессимистичное заявление. Ничего не умрет, он только на РАСДС. Дело в том, что с самого начала были такие прожекты, предложения там разные, что сделать платным золотой щит. Я на этом золотом щите не заработал, мне никто. Администрация, я пробил финансирование. СИЗОВ был такой, замглава администрации Волгоградской области. И когда он увидел, что в строке чиновники большие не могут читать статьи, на полстранички написал и большими буквами отбил, что строгий сухой закон, он наш подпрыгнул. Как надоели эти казаки, на показательное, нажрутся пьяные, с коней падают, боимся, чтобы они сами себя шашками не порубили. И в принципе-то сухой закон, конечно, очень трудно. Я двоих характерников убрал золотой щит. Поэтому это Калюшенко и Брылев с запьянкой. Казалось бы, они инструктора, они выдающиеся. Но все, их больше на золотом щите не будет. Я поэтому стараюсь как-то, но совсем не успеваешь. А с администрацией там сложные у меня, как бы тебе сказать, отношения. с администрацией. Дело в том, что каждый год 800 тысяч, миллион выделяют из бюджета, но никто, вот приезжал Паша Алексеев с Красноярска, пять человек привез, им даже дорогу не оплатили. Понимаете? Вот это борьба идет такая, финансирование полностью обрезано. Все на энтузиазме. Я там ничего не получаю. Вот он мне упрекает о том, что я там Сергеев на какие-то баки. мы ничего не берем. Не собираем. Единственное, что там продаю, книги и вот эти диски. Но это для пользы, а не жучебные диски. Но кругу мне не очень там и досталось, потому что там были, я говорил, о невежестве молодых казаков. Там такие были очумленные, которые начали орать, не знаю о чем. одно замечание было там правильное у них. А так вот они, короче, есть силы, которые пытаются уже несколько лет забрать у меня раскрученное. Значит, у них не все получается и не получится. Сейчас мы включаем очень серьезный новый сайт и золотой щит. Включаем и финансирование, и детские дома, военизированы будут на следующем золотом щите учебные такие семинары по сборке и разборке автоматов. Будут инструктора, офицеры минное дело преподавать. Это очень нужно. Химзащиту и прочее, прочее. Дело в том, что я вам, не знаю, не буду каркать, но в течение ближайших двух-трех лет возможно война в России. На нас нападут. Поэтому надо готовить детей. Задача моя не бахвалиться друг перед другом, махать руками и ногами, характерники, нехарактерники, а научить детей выживанию. У нас потрясающе было. Шалимов Сергей с Воронежа проводил потрясающие полстуновские ночные учения. Заразы, ребятишки потеряли лень, шашки в траве нашли потом. Я специально отпустил, особо не лезу ни в программу, никуда. Я приглядывался все эти годы, но сейчас с этого года начнется все четко, выверено, и связь с администрацией, она обязательно, потому что костры, вы знаете, был какой год, костры было разводить очень опасно, потому что мы как бы окружение, около реки прижато, там кругом лес, если ночью полыхнет, погорят люди. Поэтому костры были, разводили, но чтобы везде, по всей площади, нельзя просто, чисто пожарная безопасность, чисто техника безопасности. Значит, я на основе того, что вот этот золотой щит уже 7 лет продержался, мне, в принципе, это как бы искать, я сейчас пишу роман, мне это особо-то не надо, но я вот эти дети, значит, Волгоградской области, Ирина такая, с Красно-Горнецкого района, она привозила в 2009 году на первый золотой щит семеро ребятишек, такие, второй, третий класс, и вот я сейчас вдумайтесь в это, и в прошлом году, они уже выше меня на голову, прошло 6 лет, я говорю, ребят, ну что вам дал золотой щит? Они так обидчиво на меня, Юрий Васильевич, о чем вы говорите? Мы ни один не пьем, ни курим, наши друзья, ни один не пьет, не курит, и друзья наших друзей, ни один не пьет, не курит, а мы, говорят, живем в самом злачном Красногвардейском рабочем районе. Я думаю, есть. Понимаете, главная задача не махать руками, ногами друг перед другом, и как там показывать, как шашка, а главное вот эту молодежь оторвать от наркотиков, здоровый образ жизни, чтобы они чтили традиции, чтобы никакого мата не было. За мат, вот в этом году это будет очень жестко. Как молодежь заматерился, кто заматерился, 30 отжиманий. Второй раз заматерился, 50, третий раз выгоняет. За пьянку жесточайше будет в этом году. Хватит уже. Ну, как бы, подводили меня вот эти, на которых я очень полагался, старейшины, все прочее, характерники. Вдруг это пьяный бред. Поэтому никакого больше. Я лично там ни разу не выпил ни грамма. Я примерно знаю, кто там винцо подвозил. Ну, так, чтобы кто-то пьяный шарахал, сирал песни пьяные. Это один раз был, но оба человека я уже назвал. Их больше не будет на золотом щеке. Да, иногда бывает такое, что учитель начинает что-то рассказывать своим ученикам, а сам при этом употребляет и говорит, что это норма. И, естественно, ученик берет просто пример и считает, ну, это же норма. А потом попробуй ученикам докажи, что учитель в чем-то был неправ. И тем более, ведь понятно, на какие энергии подсаживает алкоголь, да, любое наркотическое средство. Поэтому даже в малой дозе все равно человек переходит на другие вибрации. И в этом случае зачем ты приехал сюда учиться, чему ты приехал учиться? Так что это страшные вещи. Там сколько провокаций было. Каждый год провокаций. Я помню, второй год приехала орда такая на пяти машинах с черными флагами, значит, короче, с пивом сразу, бутылки с пивом. Я говорю, стоп, ребята, ну-ка, затрячь это все дело. Они так, что вы здесь собираетесь? Мне записано, на видео все это дело. Вот сейчас в Лозуновской станице 80% девок эти турки-месхетинцы уже покрыли, изнасиловали. А вы здесь поедем турок гонять. Понимаешь? Ну, я их выгнал оттуда. Они в кусты там забились, попили эту пиву и уехали. Ну, я когда в кусты-то подошел, я посмотрел, кто за ними крутится рядом с ними. Кто их туда привел? ФСБшник. Ну, провокации. Потому что кому-то же надо ордена получать, звания повышаться. Поэтому это ходят какие-то орлы, фотографируют машины. Я категорически запретил это самое, давать телефоны домашние свои сотовые. Мы же живем-то, как тебе сказать, под надзором товарищей Вашингтоновского обкома. Поэтому, слава богу, я благодарен администрации Кумолжинского района, что они нам не запретили проводить вообще эти семинары. А могло быть, это... Вот Юрий Николаевич, помощник главы администрации, в прошлом году, позапрошлом, пять раз ездил в Волгоград, чтобы пробить одно слово. Представляете, пять раз. Вот, пускай будет золотой щит. Зачем мы казачий спас название? Вот, слово казачий ко всем этим, что я не сказал, не заматерился, ко всем этим антирусским курносом, просто как серпом по горячим месту. Уберите казачий и все, будьте просто как это самое, пускай это будет золотой щит. Ну да. Ты посторожнее, да, тут матернешься, потом будешь тридцать раз отжиматься. А у нас эфир идет не до того. Так что, да, давайте дальше смотреть. Вопросы в эфир от Даниил. Если, конечно, не секрет, что, кто или что есть враг казаков, характерников современной информационной войне, или же врага как такового нет? Это первая часть вопроса. Ну, есть невежество. Самое главное враг. Вообще казачество не только характерием во всех. Невежество самой казачьей среды, молодежи, понимаешь, надо больше считать, знать историю, знать науку, в общем-то увлекаться чем-то, чтобы огонь горел в глазах. Тогда, ну, что вот характерник? Он придет, начиная, ну, золотой характерник вот в прошлом году на этом кругу, который, они вообще, значит, такие ребята, орлы, собрались и решили меня выкинуть вообще с этого дела. Ну, я им сказал, нахуй, если товарищ тоже задавал, я говорю, ребята, вы это самое, а следующий год собираетесь здесь где-нибудь рядом, называйте как-нибудь рога и копыта, или еще как-нибудь там казачьи копыта, а золотой щит, но и зарегистрирован, вот, я на него права имею, и поэтому я вам золотой щит не отдам, чтобы здесь бродак разводить. Конечно, всем не угодишь, всем не угодишь, и я очень мягко все это проводил, и вот есть инструктора от Волгограда, Андрей, ну, потрясающе, есть такие люди, которые, Шалимов Сергей, которые вот эти стенка на стенку организуют, мы вырастим своих молодых инструкторов, и вот же двоих привозили, очень интересных ребят в этом году, по метанию ножа, топора, и по рукопашке, поэтому золотой щит не умрет, я вам гарантирую. Так, еще есть у нас некоторое время, давай мы ответим на вторую часть вопроса, Данила. Каким качеством личности должны обладать казаки-характерники в современной информационной войне? Благодарю за ответы. Какое качество? Во-первых, надо врубиться, глядеться кругом и понять слово отечество. Отечество. Казаки-характерники это всегда не только характерники, вообще казаки. это были слугами, служили родине, отечеству, вере православной. И поэтому самое характерное считаю, это сила, это любовь, это семья, это отношение к своей земле, к родине, к своей. И праведный гнев, от которого спаси основа, должен быть праведный гнев ко всем врагам, праведный гнев к черноте, к этому мрази, который пытается на нас наезжать, уничтожать наших детей вот этими прививками, вот этими всеми из-под тишка, этими уколами. Казак должен быть государственником. И характерник, тем более, государственником. И мне деды очень многое передали. я даже в 2006 году готовил спецназ Белоруссии, 200 командиров спецназа. Я им давал по тонким вещам, и они так благодарны были. Они еще хотели оказываться в Чечню группами, белорусы тоже принимали участие. и поэтому когда я это еще ничего не давал вот на этом щите, на золотом щите за 7 лет, потому что рано, рано еще я приглядываюсь. Понимаешь, вот как старики, казаки отбирали в характере ники ребятишек. Вот играют в лапту, они ходят и глядят. Укол мысль работает быстрее, действие. Вот я все эти 7 лет ходил и приглядывался. И нашел уже очень много людей, которые можем передать вот эти знания. Так, еще несколько минут у нас есть, поэтому вопрос задаю от Дмитрия. Вопрос эфир из Германии. Юрий Васильевич, а знакомы ли вы с современными школами Спаса? Проходили ли вы обучение, знакомы ли вы со школой Черникова в Киеве? Благодарю. Нет, не приходил. Я Черникова читал, но он погиб, то умер. Черникова. Но не проходил я никаких обучений. Я проходил обучение у деда Буяна, проходил обучение у этого Бориса Борисовича Веденеева, Борисовича. У Борисовича очень много мне дал. И у многих таких, с кем я 12 человек, а еще двоих нашел сейчас. Сейчас поеду буквально огня. Поэтому школы там, все прочие, тем более разработчики Спаса, нового Спаса, я отношусь скептически. Понятно. Я не знаю. Не смотрел его даже, я не знаю. Понятно. Хорошо. Следующий вопрос. Степанюк Дмитрий. Вопрос в эфир из Украины. Никопольский район, село Покровское. Я проживаю на территории Покровской Сечи, и в 8 километрах от нас находится бывшая Чертомлыцкая Сечи. Возле нас захоронен атаман Иван Сирко. Расскажите по возможности о наших предках. Ой, это вообще уникально. На Украине было, вернее, в Запорожье было 14 или 16, кажется, родов-характерников. Вот одно из этих родов, одесские вот это почившие, раны почившие, которые допекли до инсульта вот эти националисты без слуха. Значит, Сирко выдающийся был, конечно, характерник. Он выиграл, ни одну не проиграл битвы, 59 битв выиграл. Уникальный был, конечно, он мог оборачиваться, я в это верю, и в Волка, и в Сокола, и все прочее. Это просто владение стихиями. Вот бывшие казаки, вот ваши запорожские казаки, когда воевали с Крымом и с турками, и совсем турки там сидели. Есть же исторический факт, когда турецкое войско идет мимо рощи, рощи, кажется. Казаки запорожцы такой морг навели, они сидят на конях с пигами, турки мимо проезжают и видят их как деревья. И очень много таких морок, это удивительная казачья такая разработка, я вот знаю тоже двоих характерных, которые ходили на фронт, на фронте воевали, в разведке, они прошли всю войну, ни одно ранение ничего не получили. Ходили так за языком, говорили, чем мы ночью дураки ходить, немцы были очень серьезные специалисты по минированию. Мы днем вставали, подгадывали, когда у них обед, и шли спокойно к ним садились, обедали, выбирали кого там значит, пол-офицера или там младший там какой-то сержант, или как у них там назывался, фейтер, и с ним шли вместе назад. Никто нас не видел, ни наши, ни немцы. И он приходил в себя только перед особистом землянки, начинал озираться и все прочее. То есть так сходили пообедали, да? Да, они регулярно каждый день ходили, кормили нас плохо, поэтому каждый день ходили обедать к немцам. Ну, заодно и немца приводили к себе в гости. Да, да. Пойдем теперь наши баланты поедем. Значит, двое, служили в этом самом Новосибирской школе, разведшкола была, мне давали, по-моему, Новосибирске или еще была разведшкола. И вот эти характерники, фронтовики, там чагили, так, они посылали курсантов в магазин. Тут должен зайти был в магазин, набрать полную сумку еды и выйти. Офицер фиксировал этот старик, фиксировал фронтовик, что он вынес эту еду, заносили и начинали выкладывать перед продавщицей. Та глаза лупила, значит, она в день отнести лаза за это дело. Потом, значит, самый был дембельный дембель, выпускная школа, разведшкола, выпуск был, конечно. Вся эта команда, человек 15-20, шли в ресторан, гуляли на полную катушку в ресторане, а на следующий день всю эту орду приводил офицер туда, в ресторан и говорил, спрашивал администратор, официант, у вас эти были вчера здесь? Нет? Понимаете, вот это морок наводить, это очень интересная методика, и она еще идет от серпо, от тех древних наших характерников, которые владели невероятными способностями, понимаете? Они спали на скопу, там лошадь едет, могли спать, могли там вообще, но это же все опять же скифские, скифы. Скифы, сарматы, саки, это все они, те же казаки, которые охраняли наши границы, просто называли разные народы их по-разному, и не могли понять, что это один и тот же народ, причем не могут наши же современники понять, что это один и тот же народ, это наши предки, наши умельцы, наши казаки, наши, ну, Защитники Отечества. Ну, они же отгородились от Китая стеной. Китайцы сами построили бойницами к себе, чтобы не мешали, не лезли на территорию нашей Партарии, на все это. Ну да. Хорошо, давай прервемся на музыкальную паузу. Мы уже спокойные песни послушали. Давай послушаем строевую песню. Итак, продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 19 января 2016 года вторник и по одному из старинных 39-й день месяца белосияния и покоя мира 7524 лета неделя. «Казачий спас» – такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Юрий Васильевич Сергеев, главный соведущий. Мы сейчас отвечаем на вопросы, которые любезно Василий Васильевич сбрасывает к нам сюда из чата. Напоминаю, что вопросы мы принимаем только из чата Народного Славянского Радио. Степанюк Дмитрий продолжает задавать вопросы. Напомню, это из Украины, Никопольский район, село Покровское. Юрий Васильевич, есть ли современная школа спаса в Украине, симпатизирующая Вам? Рекомендуете ли Вы изучать людям варны всей искусства спаса? Варны в весе искусства спасов? Ну, я считаю, что вот надо найти Вам, на Украине живет, но я не могу в эфире сказать ее адреса, просто ее могут опять отнационалисты ликвидировать или все. Ну, пощупайте, поищите сами учеников без клубового ЦДС. Вот там здоровое начало, здоровая сила и настоящий казачий спас. Ну, вот, значит, и приезжайте к нам на Золотой Щит. Вот, и посмотрите там, как там, что. Я думаю, что казачий спас, для чего, я спрашиваю, кто это говорит, все сразу хотят, сразу, вот, раз и все, и будут знать за три дня это дело. Во-первых, вопрос, для чего тебе это нужно? Зачем? Если для защиты рода, родины, народа, как в скрижаре казачьего спаса написано, ну, то да. А если для благословия любопытства, то нет. Надо сначала для себя выяснить, для чего это тебе надо. И сможешь ли ты без конца. Это целая цивилизация, такая наука, где надо уйти вообще туда, потому что управление стихиями, управление вот этими звездные врата, когда откроются. Ведь же очень многие, у которых открылись врата, рукопашники даже, некоторые даже ученики нашего известного рукопашника, Когда открываются звездные врата, то знания такие сваливаются, что гордыня человеческая не выдерживает. Понимаете? Начинают разные эзотерические, эзотерика разная. Один даже пытался материализовать, как Суин Баба, предметы, у него получалось. Ну, вот, ладони открывает для девушки, там колечки, сережки. Ну, тут контроль идет очень строгий. Контроль мгновенный. В 42-43 года многие погибли уже так. Шлеп, инсульты готов, все. Понятие такое есть в казачьем спассе. Это с ведических времен он идет. Вот, представляете, полы деревянные в доме. В деревянном доме деревянные полы. И вот трещина в доске через всю комнату идет. Так вот, наподобие этой трещины, называлась черта Бога Ви. Черта Бога. Ты можешь с правой стороны от этой трещины дурковать там, даже бежонить или там что-то. Но оттуда они переступают через черту. А раз ты начал материализовать предметы в руке, ты себя возомнил творцом. А творец один у нас. Понимаете? Мгновенная расплата идет. Мгновенная шлепа нет. Поэтому шутки с казачьим спассом очень серьезные. Могут кончиться просто, если ты полезешь не в ту степь, начнешь какое-то зло или вред. Я говорил уже, что агрессия в казачьем спассе вообще недопустима. Ни в коем разе. Это саморазрушение. Агрессия – это саморазрушение. Да, это саморазрушение. Все. Надо только на правильном гниле. Когда уже противник не понимает, тогда уж лови. Потому что в агрессии, когда человек находится в агрессии, он перестает себя контролировать. А ведь спасс и характерничество – это всегда то, что они себя могут контролировать в любой ситуации. Абсолютно в любой. Как только ты из-под контроля себя выводишь, ну в этом случае кто тогда тебя контролирует? И все, ты попался. А тем более всегда там темненьким нужны те, которые здесь что-то умеют, чтобы их использовать. Темненькую – это правильно? Да. Так что страшные вещи. Да, при битве было такое восстание, когда Белое восстание было под Сарфимовичем на Медвейце. И вот белые войска подошли до хутора Седова. И тут была страшная рубка. Медвейцы прямо. Вот я деда помню, который рассказывал. Он был мальчишкой еще. Они приехали своим дедом, Глухого забрали туда. И вот схлестывается несколько раз в день, схлестывается на середине реки, на конях, и красные и белые. Такой, говорит, рев стоит, даже мат. Хотя казаки-то не матерились, но красноармейцы там, значит, непонятно кто. И вот отхлынут, вся вода красная в реке. И опять, говорит, что за чума столкнула русских людей, понимаешь? Вот не дай бог опять это чуму нам приведет. Сами себя. И вот он видел, значит, как шло 10 красноармейцев, ну там сколько, полотделения или отделения, с тримкнутыми штыками. Все, сментровки, трехлинейки у них все, они строим, идут. И вдруг в эту гущу влетает казак, наконец, с шашкой. И все. Буквально за секунду он вырубил всех. Вот как тоже, так же, как у недорогу. Как могли вот эти красноармейцы, ну, коня ткни штыком, это усадник откнили, застрели. И они как вообще, то есть он в состоянии казачьего спаса, они просто не успевали додуматься, что это случилось, и уже были мертвы. Ну, это кара Господня, конечно, настигает всех, кто вот невинно убиенные. Он же этот дед рассказывал, как они шли, был такой гундей, разговаривал вот так в чаганах. Ну, и, говорит, мы, говорит, два или три раза погоны меняли, то белые, то красные, забодали. И те мобилизуют, и эти. Вот, говорит, идем по берегу Дона, по песчаной косе, а гундей идет сзади, тащит на ремне винтовку по песку, знаешь, за ремень. Мы говорим ему, повесь винтовку на плечо, что ты, ну, дурачок. И вдруг сзади выстрел, ба-бах, мы оборачиваемся, спуганно все. А с той стороны, смотрим, на мазках женщина полоскала белье, она булька в воду, и он такой, э-э-э, кажись попал. Вот какие были революционеры-то, понимаешь? Кажись попал. Ну, говорит, его избили, винтовку отняли, ну, что сделаешь? Вот такие. Потом этот гундей половину хутора отправил. Расказачивание, под колхозы, все прочие. Человек непредседателем Сельсовета стал. Вот такие щукари были, которые просто уничтожали казачество. Страшные вещи рассказываешь. Но ведь ты говоришь, чтобы не было рубки. Рубка-то идет, и опять стравливают русских на русский. Опять русичи кровь проливают русичи. Конечно, конечно. Не важно, как они себя сейчас называют, не важно, на какой территории я живу. И что же происходит? Страшные вещи. Ну, давай просто дадим слово, как же он забыл его. Ну, ладно, не будем американскому, а то потом тебе еще будут стык. Ладно, не будем трогать друзей американцев. Пускай живут все спокойно до поры до времени. Может быть, им приснится большая теплая лужа руководителям. Ну, Форк сказал, что надо убрать 25 семей, которые захватили мир. Рокфеллеры и все прочее. И войны в мире прекратятся навсегда. Почему война на Украину? Да стравливают опять нас из Украины, с Россией. Причем так оглупили. Такая молодежь просто воспитали уже ненависть. Ну, понятно, смотрят американские мультики, смотрят американские фильмы, смотрят а-ля американские фильмы, созданные уже в новое время. Поэтому воспринимается мир как фильм, какая-то большая иллюзия. Туда же вкладываются мысли, которые нужно в них вкладывать, для того, чтобы они убивали своих братьев. Причем перемирия никакого не будет. Они будут идти до конца, пока они уничтожат Россию. Поэтому нам надо быть бдительными, собираться в едино. И украинцам, и русским. Потому что если Россию уничтожат, то хохлам вообще там ловить нечего. Просто разговаривать. Да здесь вообще всем местным народам, уже коренным народам будет нечего делать. Потому что я вот разговариваю с разными, не буду сейчас национальности говорить, с разными людьми из разных национальностей, живущих здесь давным-давно вместе с нами на этой земле. Они так, ну вот, там типа русские совсем там уже превратились не в русских, там уже за нелюдей, мы там и так далее. Я говорю, слушай, а чем ты хвастаешься? Ты подумай сам. Вот первое, на кого направлен удар, это на русских. Уберут русских? С вами что, считаться, что ли, будут? Да вы только живете, потому что русские пока еще на земле есть, потому что удар на русских направлен. Неужели ты этого не понимаешь? Ты знаешь, иногда глаза открываются, он говорит, слушай, а ты прав. Говорю, ну ты хотя бы историю посмотри, что воевали с малыми народами, что ли? Да воевали все время против русских. Почему? Потому что где русский появлялся, там появлялась хоть какая-то мир, порядок, добродетель. Строились школы, воспитание какое-то производилось. Вон, жили до этого каменном веке. Пришли русские, дали грамотность, построили дороги, построили школы, больницы. Люди стали жить. А потом, когда начались какой-то кипиш, русских всех повырезали, повыгоняли. И что там сейчас происходит? Говорю, слушай, ты прав, пожалуй. Кадыров, я вот сейчас анализирую все его деятельности. Ты знаешь, вот он первый из всех этих врубился, руководителей республик бывших и все прочее. Я считаю, что он позитивный. Он скоро руси и русского будет. Конечно, погибли наши ребята там много, но главное, чтобы ганили в голове не было. У нас, к сожалению, эти вот все московские, как она, этот, похупотлаты там все травят. Пятая колонна у нас очень сильная. Ничего, ничего, до пятой колонны руки дойдут. Главное, чтобы понять, кто это. Ну, я понял, про кого ты говоришь. Да, я понял, про кого ты говоришь. Мы сейчас не трогаем. Вот я тоже не люблю так загадывать вперед, кто прав, кто не прав, кто хороший, кто плохой. Давайте так, вот все время нас пытаются заставить думать. А вот что с нами делают? А вот что про нас говорят? А вот как... Да мне плевать, что про нас говорят. Главное, что мы говорим. Главное, что мы делаем. Главное, что мы мыслим. Суворов всегда говорит, врагов не считают, врагов бьют. Главное, молодец, да. И поэтому, если мы превращаемся в нытиков, так нас и имеют как нытиков. Если мы становимся хозяевами, понимающими свое прошлое, понимающими плохое, что было в прошлом, понимающие хорошее. Потому что если ты не понимаешь плохого, ты ошибки не сможешь изучить, не сможешь работу над ошибками сделать, не сможешь достигнуть хорошего. Если ты не помнишь хорошего, ты не сможешь отстремиться к хорошему. Если ты не помнишь свои рода, неважно, кем они там были, христианами или ведистами или кем-то еще, Ты отсекаешь свой рот Еще раз говорю всем, забудьте вы про эти распри Я не отношусь к крестьянам Но с другой стороны, я же с тобой нормально общаюсь Мы друг друга понимаем Ну что другим людям мешает Перестать кричать, разделять на кого-то Ну видишь, что он брат Видишь, что он правильно мыслит Но почему ты с ним по-братски не общаешься Мать твою природу береги Ладно, давай дальше Михаил задает вопрос Из города Москвы, Юрий Васильевич Знакомы ли вам боевое искусство Любков Описанное в книге Александром Шевцовым Русский бой на Любки По древней магии языков старцев Сейчас закончу Из Ивановской области, благодарю Да, я лично с ним знаком был Еще в начале, когда он Начинал все это дело В 80-е годы Ну я считаю, что выдающейся способностью человека Ну, значит Конечно, бонор есть У него там Сейчас, по-моему, под следствием Что-то ее прижимают Вообще всех вот Выдающихся рукопашников Очень зорко контролирует Контролирует На предмет того, что Как бы чего не вышло Как бы пожара не было Или еще что-то такого Как у нас там На золотом щите Поэтому Вот Знаешь, вот Я чуть вернусь назад Что вот Что-то я не так делаю Насчет там Ребята говорят Кто-то там что-то Сергеев там Что-то такое Ну это сплетни Собираю всех кучу Попробуйте вы, товарищи Кто там это все Попробуйте вы что-нибудь Сделать Типа золотого щита Я посмотрю на вас А языком трепать Ляскать ходит Зубами Ничего не делая Ничего не умея Ничего не читая Не зная истории Я хоть там книги написал Какие-то 200 фильмов За 6 лет я снял 200 фильмов Половина из них Это учебный фильм По рукопашным боям По казачьему спасу Традиционная культура Далтай снял С вертолета 5 часов летал На Далтай Такая музыка Там все Так что Делайте что-нибудь Вот это Я давно отошел От этой Подсунутой имиджи Вот этой Формулы Бей жидов Спасай Россию Да мы только этим Сплачиваем Надо что-то делать Это самое страшное Для них Когда человек Позитивно Что-то созидает Пишет книги Или что-то там Делает Выращивает Поле какое-то Или скот выращивает Или что-то такое Вот Или учится даже Поэтому они Все силы прилагают Чтобы развалить Наше образование Поэтому Нас не победить Вот Один либерал Мне говорит Сергеев Ты пишешь Что Россия Родина слонов Вот Ты пишешь так Что Россия Родина слонов Я говорю Да Россия Родина слонов А куда этим Элогию слов Денешь Слоняться Прислониться Заслон Он рукой махнул Вот Поэтому надо быть Любить Родину Отечество И вот когда Я понял Что такое Отечество Вот это Огромное Как сорлины С полета С птичьего полета Я тогда Начал Думать Очень масштабно И интересно И дай бог Чтобы Все это А вот Насчет Всем не угодишь Ну вот здесь Михаил пишет Видео про Алтай Просто сказка Сразу отреагировал На то Что ты сказал Хорошо Давай еще у нас Два вопроса Здесь есть Я зачитаю И будем Подводить итог Сегодняшней нашей встречи Данил Вопрос в эфир Каковы требования К ученикам В частности По нравственной Стою При передаче Знаний К казачьим Спасе Благодарю за ответ Ну что Первое Значит Я не буду Себе так Рекламировать Особо Но Первое Чтобы познать Основу Нашего По 7 раз Читает Мой роман Княжи Остров И все новое Новое Находит Хотя в интернете Или там Или вот Выпишите Я пришлю Свои собрания Сочинения Чистая сила Прочтите роман Княжи Остров И вам Очень Он успокаивает Сознание И определяет Цель И Задачи Что делать Куда идти И кем быть Это раз Второе Значит При Обучении Нужно Как-то сказать Там Потому что Там Даются Родовые Знания А родовые Знания Это на уровне Вообще Вот На уровне Сиркода Понимаете Значит Такие знания Что там Может Головка Закружиться Поэтому Надо Какой-то Четкий Кремень Иметь Направление Для чего Тебе это надо Если Для защиты Родов Родины Народа Это Возможно А если Для любопытства Или так Вот что А Вот Значит Вот там Говорят Так А вот тут Делают Так Вот это Это все Еще не получится Железная Дисциплина Родовая Дисциплина Железная Все правильно Ну да Последние вопросы Зачитаю От Ярогора Вопрос эфира Юлий Васильевич А есть ли У вас в Москве Место Где можно Взрослому человеку Что-либо Полезное Познать Есть Есть Мы будем Сейчас Построили Специальный Зал У меня есть Зал свой Ну вот Приличный зал Ну не свой Не личный Но вот Друзья построили Специально Для проведения Там семинара По казачьему спасу По рукопашке Вот Напишите мне Вот В моем мире Сергей Юрий Сергеев Вот И желающий Напишите Мы будем там Проводить Я приглашаю Туда буду мастеров По рукопашке По этому Самому И будем Регулярно Хотя бы В две недели Раз Можно в неделю Раз Проводить занятия Вот Я адрес Зала не буду Говорить Потому что Ее могут Прикрыть Или отнять Поэтому Через меня Все Через личный контакт Да Через личный контакт Если вдруг Вы потеряетесь Не знаете Как Юрия Васильевича Найти То в этом случае Напоминаю Что на Народном Славянском радио Появилась рублика Авторы Прямо Слово Ищите Авторы Справа Вверху Там Слово Заказов Программы Авторы И вот Когда нажмете Там Увидите Фотографию Юрия Васильевича Сергеева Среди других авторов Наших передач И там Есть Кнопочка Написать Письмо Нажимаете И дальше Пишите Вопрос Который Вас интересует В принципе Можете Также Вопросы Кстати Всем Людям Которые Представлены И Если Это будет Личный вопрос То мы Постараемся Все это дело Передрисовать Юрию Васильевичу Дальше С ним Будете Напрямую Общаться Итак Давай Сегодня Заканчивать Нашу Передачу В заключение У нас есть Такая традиция Мы Подводим Итог Передачи От себя Что-либо Желаем Нашим Радиослушателям Или Какие-то Может быть Напутственные Добрые пожелания Говорим Я вот Что пожелаю От вопрос Как вот Звучать Казачий Спас И прочее Вот Основа Вот И для занятия Я как бы Сформулировал В своем стихотворении Воины Духа Сквозь огонь И любую Разруху Когда сердце Уж чует Беду Поднимаются Воины Духа И народ Наш к победе Ведут А Россия Их помнит И верит Богородица Пути хранит Воин Духа Коварного Зверя Как Георгий Копьем Победит И все зло Под ударами Рухнет Рассветет Наша Родина Вновь Потому что Для воинов Духа Есть святая К отчизне Любовь Из пространства Великого Рода Есть великий Славянский Завет И великая Вера народа В нашу Русскую силу Побед Замечательно Благодарю тебя За столь Хорошие стихи Напоминаю Что сегодня Мы говорили С Юрием Васильевич Сергеевым По теме Казачий Спас 19 января 2016 года Вторник По одному Современных Календарей 39-й день Месяца Белосияния Покоя Мира 8 524 Лета Неделя От себя Я хочу Всем вам пожелать Добра И в очередной Призываю Не разделяйтесь Найдите себе Разум Найдите себе Здравомыслие Для того Чтобы не отталкивать Своего брата Только из-за того Что он Как-то по-другому Смотрит на этот мир Вы не смотрите Как он смотрит на этот мир Вы посмотрите В его мир внутренний Что там у него живет Кто он такой Брат ли он ваш Просто по словам Или брат он ваш То что вот по крови Называется у нас И надо всегда помнить Что православие На Руси Жило многие тысячи лет Многие десятки Сотни тысяч лет Кто-то говорит Там миллионами Уже измеряет Православие Это внутренняя генетика Русских людей Славян Ариев Русичей Православие Как бы Как бы вы ни называли И в разные времена Это могло трансформироваться В различные направления Идеи Религия Но внутренняя генетика Кровь Она осталась Та же самая Если кто-то Находясь В ведической традиции Ведет себя по-свински Ну брат ли он мне Нет Но если я при этом Вижу что христианин Ведет себя С ведической точки зрения Правильно Так он мой брат И в очередной раз Говорю Друзья мои Не смотрите в первую очередь На религиозные отношения Вы смотрите на то Как себя ведет человек Относится ли он С любовью к ближнему Любит ли он Свою природу Святый ли он Чит своих предков Исполняет ли он Заветы Вот как уже По совести Или не по совести Вот для меня Это критерий Вот генетика Она в этом проявляется Вот в этом Православии проявляется А в какую там Она уже одежку Одевается Это вторично Придет время Все встанет на свои места Уверяю вас Все встанет на свои места Но сейчас не время Разбираться Где чье место Сейчас время Понимать что место Всех Вот в едином нашем Порыве Создать Тот строй Который всегда Был характерен Славянам Жить по совести В ладу С природой Не обижать соседей Но и при этом Спуску не давать Гадам И паразитам Вот на этом Я желаю Всем добра Благодарю тебя еще раз За столь содержательную беседу Всех наших радиослушателей За то что писали Интересные вопросы Прощаюсь Потрясающе Это потрясающе Говоришь Я пойду к Путину Специально Просить Чтобы он тебя назначил Министром культуры Все у нас пойдет Все нормально Юрий Васильевич Вы мне льстите Отмельничаю Ты молодец Все Заканчивай Заканчивай все Итак Заканчиваем наш эфир Желаю всем добра До новых встреч Услышимся Народное славянское радио Для пытливых умов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok